Юй Чинь слушал рассказ ученика о делах на Южной Скале, и после этого он спросил. Вэй Си Адун был фактически убит, каково мнение каждого из вас по этому поводу? Вэй Си Адун был одним из основных учеников секты Большого Меча, и на этот раз сам Юй Чинь отправил его в город Южной Скалы. Он не ожидал, что Вэй Си Адун встретит его там, вместе со всеми другими учениками секты Большого Меча, которые также были убиты. Согласно отчету, человек, который спас Сунь Линь, был молодым человеком в возрасте 17 или 18 лет, и в его группе было всего 4 человека. Костеллан Сунь с большим уважением обращался к нему как молодой мастер Хуан. Может ли этот молодой мастер Хуан быть Хуан Си Адуном? Угрюмый голос Линь Джиженя спросил. Кто-то, кто мог бы вызвать страх у Костеляна Сунь с фамилией Хуан, и в сочетании с описанием этого человека, было нетрудно догадаться о личности Хуан Си Адуна. Это должен быть Хуан Си Адун. Он выиграл всеобщий чемпионат Академии Космической Звезды и, вероятно, отправился в империю Дуанерин для участия в битве. Скорее всего, он проезжал через южные скалы по дороге. Один старейший на секты согласился. Хуан Си Адун хочет отправиться в империю Дуанерин для участия в битве имперского города, но он должен пройти через наше королевство Баалун. По-моему, через месяц или два он дойдет до нашей секты Большого Меча. В это время мы должны будем атаковать и убить Хуан Си Адуна, предложил другой сектант Большого Меча. Правильно, старый лидер секты. На этот раз мы абсолютно должны убить Хуан Си Адуна. В противном случае, если бы ему позволили расти, этот чудовищный урод в течение следующих двух лет перерастет в Синь Тянь. Как только он прорвется в Синь Тянь, нашей секрете Большого Меча будет трудно уничтожить его. И на этот раз он не будет под защитой маршала Ха Атянь, только Фей Хау рядом с ним. Это прекрасная возможность. Главы Большого Меча выразили свое мнение. Взгляд Юй Ченя был заострен. Он поднял руку, чтобы заставить замолчать старейшин. И, когда все успокоились, раздался холодный голос. Передайте мой приказ. Все ученики Большого Меча выйдут и проверят все возможные маршруты, которые использует Хуан Си Адун. Все ученики секты Большого Меча вышли. На этот раз Хуан Си Адун не мог убежать. Да, старый лидер секты, ответили сектанты. Тем не менее, несколько болезненных звуков вопля были услышаны, когда ученики секты были замечены в главном зале. Все в огромном зале были поражены и быстро переглянулись. Хуан Си Адун. Глаза Юй Ченя сузились, и он вскочил со своего места. Линь Чжи Жени старейшины также встали со своих мест. Хуан Си Адун, я не ожидал, что у вас хватило бы смелости войти в штаб моей секты. Юй Чень медленно вышел из главного зала, и шаг за шагом он полностью выпустил боевую ЦИ, когда его взгляд сфокусировался на Хуан Си Адуне. Старейшины рассредоточились в огромном зале, окружив группу Хуан Си Адуна. В этот момент все ученики секты Большого Меча бросились в главный зал. В воздухе свистели 100 тысяч учеников секты Большого Меча. В самое короткое время прибыли все 100 тысяч учеников, блокировав все выходы из главного зала до такой степени, что даже вода не могла просочиться. Линь Чжи Жень посмотрел на Хуан Си Адуна и холодно усмехнулся. Хуан Си Адун, я хочу посмотреть, как ты избежишь смерти на этот раз. Избегу. Хуан Си Адун проявил равнодушие. Кто сказал, что я хотел бежать? Юй Чень быстро взглянул на четырех человек на стороне Хуан Си Адуна. В конце его глаза упали на Чжа Ашу и Юй Мина. Он был наполнен сомнениями. Могли ли эти два человека быть козырем Хуан Си Адуна? Чжа Ашу и Юй Мин спрятали ауру. Разумеется, Юй Чень не мог знать о их уровнях совершенствования с его жалким уровнем силы. Хуан Си Адун, ты думаешь, что четверо могут пойти против моих учеников? Линь Чжи Жень тщеславно ухмыльнулся и взглянул на четыре лица. Среди вас есть специалист по святым царствам? Опираться на силу одного человека, чтобы искоренить видную секту королевства, только специалист по святым царствам мог это сделать. Но, как только голос Линь Чжи Жень умолк, Чжа Ашу потянулся и сделал скручивающие действия. На расстоянии сотен метров были видны бесчисленные тени гигантских рук, хватаясь за Линь Чжи Женя, поднимая его в воздухе. Из Чжа Ашу взорвалась земная разрушительная аура. Погода в пределах 10 тысяч метров в секте Большого Меча изменилась, когда ясное синее небо потемнело и мрачно ударили молнии. Подавляющее давление чувствовалось на каждом углу штаб-квартиры Большого Меча. Линь Чжи Жень Юич и нестарейшины Большого Меча плыли, как рыба в воде, под давлением. Их глаза выступили из их гнезд, и их рты истекали кровью, как будто они были на грани последнего вздоха. Святой специалист по святым царствам. Линь Чжи Жень испугался своей мысли, дрожа с головы до ног. Его горло двигалось с большим трудом, чтобы произнести эти слова. Эксперт по святым царствам. Только эксперт по святым царствам мог выпустить такое ужасающее давление. Только специалист по святым царствам мог игнорировать космическое расстояние, чтобы контролировать эксперта Синь Тянь, как Линь Чжи Жень. Только специалист по святым царствам мог манипулировать законом пространства для управления определенными пространственными областями. Холодные глаза Чжа Ашу взглянули на Линь Чжи Жень. Шея Линь Чжи Жень сломалась прямо у всех перед глазами. Синь-Тянь погиб. Джа-Ашу обернулся, глядя на Юй-Чиня и других сектантов Большого Меча. Все, старший, милосердие, милосердие, ах, страх и паника исказили лицо Юй-Чиня, когда он умолял. Джа-Ашу фыркнул и внезапно у Юй-Чиня вырвалась изо рта кровь, как будто он принял сильный удар, и вот так он упал на пол. Именно тогда старейшины секты Большого Меча поняли, что в груди Юй-Чиня глубоко укоренилась рана, но никто не знал, когда это произошло. В мгновение около Нь-Чжи-Жи-Ни Юй-Чинь два из сильнейших Синь-Тянья секты, пали. Атмосфера, пронизанная смертью, распространилась по всему окружающему пространству. Глава 162. Прорыв в Синь-Тянь. В секте Большого Меча старейшины в главном зале становились пепельными от страха, отчаяния и уныния. Эксперт по святым царствам. Этот человек был на самом деле экспертом по святым царствам. Как может быть среди них специалист по святым царствам? Даже если они перевернули всю империю Дуанерин с ног на голову, количество экспертов в королевстве было очень немногим. Одно из этих ужасающих существ на самом деле появилось для уничтожения секты Большого Меча. Эксперт по святым царствам сопровождал этого мелкого ублюдка Хуан Сиалуна. Хуан Сиалун мог бы действительно обратиться за помощью к специалисту по святым царствам? Какова была его настоящая личность? Как раз в то время, когда старейшины секты и ученики Большого Меча думали, что Джаашу пришел по просьбе Хуан Сиалуна, они стали свидетелями того, как Джаашу повернулся и с уважением спросил Хуан Сиалуна. Молодой господин, как мы распорядимся с этими старейшинами и учениками Большого Меча? Молодой господин, старейшины и ученики секты Большого Меча с недоверием смотрели на Хуан Сиалуна. Взгляд Хуан Сиалуна пронесся по окружающим ученикам секты. Убей их всех! Убить их всех! Пресечь на корню! Хуан Сиалун покинул королевство Лотун и отправился в империю Дуанрин на неопределенный срок, поэтому было необходимо, чтобы он не оставил эту скрытую опасность, которая могла бы нанести вред его семье. Он поклялся отцу восемь лет назад, что он вырвет с корнем секту Большого Меча. Старейшины и ученики секты Большого Меча дрогнули, когда слова Хуан Сиалуна достигли их ушей. Все паниковали, сражаясь друг с другом, чтобы убежать из главного зала. Однако, как только эти люди собирались сделать свой ход, они внезапно почувствовали, как пространство вокруг них застывает. Все были закреплены на месте. Джаашу спокойно посмотрел на этих людей, которые были заморожены как статуи. Он взмахнул руками, и сила пространства пробилась сквозь груди старейшины и учеников, как невидимые лезвия. Тела попадали с воздуха, подергиваясь на земле. По мере того, как сила пространства продолжала распространяться изнутри главного зала, ученики Большого Меча, которые были собраны снаружи, падали на землю. Вскоре десятки тысяч учеников секты Большого Меча пали, и ни один не остался. Глядя на море черных человеческих голов учеников Большого Меча, Хуан Сиалун и Фейха умолчаливо встревожились. Этот эксперт был устрашающим. С помощью простого взмаха его руки была уничтожена Большая Секта Королевства. Через день новости об уничтожении Секты Большого Меча и смерти его сотен тысяч учеников взорвались, как бомба в Королевстве Балун. От короля и многих дворян, до простых людей и даже бесстыдных уличных головорезов все знали об этом. Были убиты десятки тысяч учеников Секты Меча, в том числе два эксперта Синтянь Ючен и Линьжирин. Маловероятность новостей была шокирующей. Когда новости начали распространяться, все думали, что человек, рассказывающий их, шутит. Но 10 дней спустя известия об уничтожении семьи Нин упали, как вторая бомба в Королевстве Балун. Это вызвало потрясение во всем царстве. Еще через 10 дней появилось новое сообщение. Штаб-квартира павильона и несколько тысяч экспертов были уничтожены. Секта Большого Меча, семья Нин и павильон Ясного Облака. Любая из этих сил считалась мощным организмом в Королевстве Балун. Но теперь, за месяц, все три были стерты с лица планеты. Королевство Балун погрузилось в мрачную атмосферу шока, путаницы и бесконечного страха. Страх перед неизвестным подхватили соседние королевства. Королевство Дискуссии и шепоты были повсюду. Каждый делал собственные выводы о том, кто уничтожил секту Большого Меча, семейства Нин и павильон. Кто мог бы уничтожить эти три большие силы? Никто не обнаружил, кто вырвал три силы с конем, но, судя по подобному методу, большинству сил придерживалось мнения, что все трое были убраны одним и тем же преступником. В то время как королевство Балун и его соседи все еще были погружены в догадки, группа из четырех человек прибыла на границу королевства Балун, пересекая границу в королевство Черного Железа. Для кратчайшего пути к империи Дуанерин из королевства Лотун Хуан Сиалун должен был пересечь королевство Балун, королевство Черного Железа и около 20 других королевств, прежде чем он смог добраться до места назначения. Согласно оценке Хуан Сиалуна, с их скоростью им понадобилось бы как минимум 6 месяцев или около того, прежде чем добраться до места назначения. После королевства Балун остальная часть путешествия шла гладко. Прошло 5 месяцев. Во время путешествия Хуан Сиалун все же успел попрактиковаться в тактике Ашуры. В течение этих 5 месяцев боевая ци в меридианах Хуан Сиалуна сгущалась, становясь все более концентрированной. Когда вся боевая ци в его теле была переведена в жидкое состояние, это означало бы восхождение Хуан Сиалуна в Синьтянь. Они продолжали свой путь, прошло еще 10 дней. В одну тихую ночь луна была особенно яркой. Четверо решили остановиться и отдохнуть на бесплодной горе, прежде чем продолжить свое путешествие вперед. Костер потрескивал, и сильные огни проливали свет на окружающие. Иногда в ночи слышался воющий волк. Хуан Сиалун, Джаашу, Юймин и Фейхау сидели вокруг костра, аромат доносился от жарки мяса на огне. Такая сцена напомнили Хуан Сиалуну прошлые годы, когда он помахал рукой своим родителям и маленьким брату и сестре и отправился путешествовать. Это было точно так же. Ночи, проведенные на улице, жареное мясо на костре. В том году его маленькая сестренка обещала, что она будет усердно совершенствоваться, укрепляться и победит Хуан Вэя. В то время они не знали, что Хуан Вэя и остальная часть клана Хуан были убиты сектой Большого Меча. Однако 8 лет спустя он успешно вернулся долг, полностью уничтожив секцию Большого Меча. Господин, мы должны приехать в Империю Дуанрин примерно через 2 недели. В это время Юймин вдруг заговорил. Хуан Сиалун перестал думать о прошлом, кивая в Юймину. Правильно, через 2 недели он прибудет в Империю Дуанрин. Империя Дуанрин. Это был следующий шаг Хуан Сиалуна. Крайне важно, чтобы он занял первое место в битве. Вкусный запах, исходящий от жареного мяса, указывал, что оно готово. Четверо отрезали по куску и начали есть. Интересно, как этот маленький парень поживает. Хуан Сиалун внезапно вспомнил о духе фиолетовой обезьяны. Сначала Хуан Сиалун планировал взять с собой маленькую обезьяну, но он ушел в лес Луны. Таким образом, Хуан Сиалун мог только сдаться и решил взять его в следующий раз по возвращении в королевство Лотун. В течение последних двух лет маленькая фиолетовая обезьяна достигла пика конца 10 уровня. К тому времени, когда Хуан Сиалун встретится с ним, маленькая обезьяна, скорее всего, уже прорвется и в Синьтянь. Хуан Сиалун достал кувшины огненного вина и снежной луны, которые он хранил внутри кольца Ашуры, наслаждаясь имя с Джаашу Юймин и Фейхау. Хотя путешествие было немного скучным, вино и жареное мясо делали его терпимым. Наряду с едой Джаашу Юймин и Фейхау продолжали смотреть по сторонам, тогда как Хуан Сиалун инициировал связующее кольцо Бога и вошел в древнее поле битвы. Хуан Сиалун почувствовал, что его прорыв в Синьтянь может произойти в течение следующих двух дней. Используя технику культивирования тактики Ашуры, черно-синий дракон появился за Хуан Сиалуном, паря над головой, когда они жадно поглощали духовную энергию запредельного мира, сбивающуюся с пустоты. Его прорыв в прошлом году значительно усилил и укрепил тело его боевого духа. Боевая ци запредельного мира в меридианах Хуан Сиалуна энергично бушевал, и она полностью приняла черновато-фиолетовый цвет. Когда Хуан Сиалун поглощал духовную энергию нисходящего мира, боевая ци внутри его тела начала бушевать. Это Хуан Сиалун был поражен, если он ворвется в Синьтянь прямо сейчас. Глава 163. Прорыв боевой ци в Синьтянь. Боевая ци внутри тела Хуан Сиалуна была сродни дикому жеребцу, который сбросил его поводья и дико скакал. Все признаки указывают на надвигающийся прорыв. С тех пор, как он начал культивировать, Хуан Сиалун много раз переживал прорывы. Таким образом, он был хорошо знаком с признаками надвигающегося прорыва. Сосредоточив свое внимание, Хуан Сиалун управлял тактикой Ашуры. Боевая ци проносилась снова и снова и врезалась в море ци Хуан Сиалуна. В то же время, за пределами тела Хуан Сиалуна, черный туман циркулировал туда-сюда, уплотнялся и становился все гуще. В конце концов, черный туман превратился в густой дым, который полностью окутал Хуан Сиалуна изнутри. Фигура Хуан Сиалуна, казалось, входила и выходила из черного тумана. Черные и синие драконы плавали в воздухе позади Хуан Сиалуна, бесконечно ревя, так как их тела становились все более и более твердыми среди пульсирующего сияния. Яркий свет, охватывающий их тела, вспыхнул, и тела драконов, похоже, удвоились. На древнем поле битвы раздался громкий гул. Впоследствии, бой барабанов заполнил воздух. Земля дрогнула, когда тысячи лошадей образовали фронт, мечи и копья столкнулись. Это был звук резни. Все это время яркий свет, исходящий от тела Хуан Сиалуна, становился все более ослепительным. Боевая ци внутри его тела энергично разбивался барьер в синтянь, и пульсирующая боль, раздающаяся в глубине души, казалось, следовала этому ритму. Боль. Казалось, что кто-то рвет его душу. Хуан Сиалун почувствовал, что его голова вот-вот взорвется, и боль была близка к невыносимой. Подобно тому, как Хуан Сиалун был на грани полного истощения, погода сокровищ Линглонг и связующие кольцо Бога внутри его тела вспыхнули нефритовым цветом. В тот момент, когда появились эти загадочные огни, сознание Хуан Сиалуна почувствовало комфорт, и боль, исходящая из его души, исчезла почти мгновенно. Каждый раз, когда Хуан Сиалун собирался достичь своего предела и падал в обморок от боли, погода сокровищ Линглонг и связующие кольцо Бога высвобождали таинственное сияние энергии, чтобы питать душу Хуан Сиалуна. Процесс повторялся снова и снова. Хуан Сиалун, казалось, попал в мир огня и льда. Не зная, сколько времени прошло, тело Хуан Сиалуна внезапно задрожало, словно гигантская трещина разделила мир на две части. Жесткий барьер Сиалуна наконец уступил Сиалуну. Это было, как если бы Земля была опустошена повсеместной катастрофой, но жизнь упорно боролась, чтобы выйти из самых глубоких нор на планете. Из тела Хуан Сиалуна вспыхнула сильная жизненная аура, и Земля, на которой Хуан Сиалун сидел с крещенными ногами на древнем поле битвы, начал прорастать зеленой растительностью. Новая жизнь. Одновременно в тот момент, когда Хуан Сиалун преодолел барьер в Синьтянь, яркий свет вокруг его боевых духов драконов значительно расширился, покрыв сотню метров вокруг Хуан Сиалуна. Тяжелая аура могучего дракона вспыхнула, как цунами. Волны давления распространялись во всех направлениях на древнем поле битвы. Постепенно пылающий свет вокруг черного и синего драконов тускнел и переставал мерцать. На телах драконов выросли кусочки черных и синих чешуек, слой за слоем. У них было четыре мощные, крепкие ноги, и на вершине головы каждого дракона стояли два рога. Черный и синий драконы сгустились в твердую сущность, испустив мощную ауру изначального божественного дракона. Прошло много времени, толстый черный туман, охвативший фигуру Хуан Сиалуна, отступил. Его первоначально коричневатая зернистая кожа была заменена гораздо более светлым цветом кожи. Выражая радость в своем сердце, Хуан Сиалун крикнул в небо. Боевая ци, наконец, прорвалась в Синьтянь. Синьтянь. Внутренняя сила. Боевая ци оба достигли стадии Синьтянь. С его нынешней силой убийство среднего специалиста Синьтяня второго порядка было осуществимым без особых усилий. Взглянув вверх, взгляд Хуан Сиалуна сосредоточился на черно-синем драконе, который парил над ним, и на его лице появилось нескрываемое волнение. Наконец, его двойные драконы превратились в твердые сущности, превратившись в настоящих изначальных божественных драконов. Придя в царство Синьтянь, черные и синие драконы выросли, превысив 20 метров в длину. Передавая свои мысли через свою духовную связь с ними, два дракона, парящие в воздухе, внезапно зарычали и полетели вниз, останавливаясь перед Хуан Сиалуном. Хотя его боевые духи превратились в твердых существ, они были связаны с сознанием Хуан Сиалуна, как часть его тела. С одной мыслью он мог вызвать их в любое время. Взглянув на черного и синего дракона, плавающих перед ним, Хуан Сиалун вскочил, и его ноги приземлились поверх головы черного дракона, тогда как синий дракон обернулся вокруг тела Хуан Сиалуна. Ветер дул с лица Хуан Сиалуна. Черный дракон, лети, ревя. Черный дракон взлетел вверх, в результате чего Хуан Сиалун полетел с ним. Хуан Сиалун вздохнул в своем сердце. Так вот, как чувствуется полет. В мире боевых духов в небе могли летать только специалисты Святого Царства, которые постигли закон пространства. Но Хуан Сиалун мог летать с его боевыми духами-драконами и он мог походить на специалистов в области Святого Царства и летать в небе. Когда синий дракон обернулся вокруг его тела, Хуан Сиалун вдруг почувствовал, что он величественный. Чувство, что он был очень крут. Наблюдая за горизонтом перед ним, Хуан Сиалун внезапно вспыхнул просветлением на пути его будущего совершенствования. Он хотел быть настоящим изначальным божественным драконом, парящим над девятью небесами. Глубоко выдохнув, Хуан Сиалун наблюдал за древним полем битвы, когда он стоял на летающем черном драконе, когда в его голове мелькнула мысль. Все это время он входил на древнее поле битвы, чтобы практиковать, но он никогда точно не знал, насколько велико это место. Поскольку его боевые духи превратились в твердые тела, почему он не мог проверить это сейчас? Они полетели вперед, но то, что удивило Хуан Сиалуна, было тем, что после более чем часа полета не было края земли. Казалось, что пространство древнего поля битвы продолжалось бесконечно. Но Хуан Сиалун явно чувствовал, что что-то зовет его издалека. Это чувство было похоже на озеро просветления. Кажется, я могу только ждать. Чтобы не было на краю этого древнего поля битвы, нужно ждать, подумал Хуан Сиалун. Хотя его драконы превратились в настоящие существа и могли летать, скорость была немного медленной, по его мнению. Однако, по мере того, как он становился сильнее, и его сила увеличивалась, так же и сила его боевого духа. В это время скорость полета увеличивалась бы экспоненциально. Пересев на синего дракона он обнаружил, что скорость его полета была намного быстрее, чем у черного дракона. Теперь, когда я ворвался в Синтянь, разве это не значит, что я могу открыть второй уровень погоды сокровищ Линглонг? Интересно, что меня ждет во втором уровне, размышлял Хуан Сиалун. Хуан Сиалун вызвал погоду сокровищ Линглонга. Неожиданно вспыхнул огненный свет. Блеск на поверхности погоды Линглонга казался ярче, чем раньше. Глава 164. Второй слой погоды сокровищ Линглонг. Хуан Сиалун направил боевую цифр погоду сокровищ Линглонга, и она разразилась сферой золотого света. От быстрой вспышки глаза Хуан Сиалун размылись, и он оказался в другом пространстве. Между этим новым пространством и первым уровнем погоды сокровищ Линглонга было некоторое сходство. Верхняя часть погоды сокровищ Линглонг была пуста, кроме предмета, помещенного на землю в центре. Котел гексагональной формы, который выглядел так, будто был сделан из кристалла. Кроме этого, в этом пространстве больше ничего не было. Хуан Сиалун уставился на кристаллический котел. Это был котел, используемый для переработки гранул. Он предположил, что на втором этаже будет высокое сокровище, такое как жемчужины огненного дракона. Хуан Сиалун думал, что второй этаж будет содержать духовные сокровища, которые могли бы повысить силу специалиста Синтиня. Но среди множества вероятностей, которые приходили ему в голову, он никогда не думал, что второй уровень погоды сокровищ Линглонг будет содержать этот котел. Хуан Сиалун сделал один полный круг вокруг котла. Хрустальный котел был чуть выше метра, а на теле были резьбы некоторых древних рун и некоторых странных демонических зверей. Изучив котел на мгновение, Хуан Сиалун подошел и попытался поднять его. Однако он обнаружил, что он не мог на самом деле переместить котел даже на дюйм с его нынешней силой. Независимо от того, сколь силен был Хуан Сиалун, кристальный котел оставался неподвижным. Казалось, этот котел был одним целым с погодой сокровищ Линглонг. Нахмурившись, Хуан Сиалун задумался на мгновение, прежде чем вызвать один из клинков и порезать палец, копнув кровью на котел. В тот момент, когда капля алой крови упала на котел, он сильно завибрировал, и гул отражался в пространстве. В то же время в голове Хуан Сиалуна появились кусочки воспоминаний. Воспоминания, связанные с котлом. Котел был назван кораблем тысячи животных. В нем было два больших массива, один из которых был назван массивом тысячи разрушения, а другой был назван массив возвращения на небеса. Массив тысячи разрушения мог поглотить живых существ в котле. Что касается массива возвращения на небеса, он мог усовершенствовать все внутри, возвращая предмет обратно к источнику происхождения. Эти два массива дополняли друг друга, и их чудесная комбинация могла поглотить тысячи живых существ, превратив их сущность в чистую энергию. Хуан Сиолун был ошеломлен. Разве это не слишком страшно? Согласно воспоминаниям, которые он только что получил, до тех пор, когда хозяин массива тысячи разрушений станет сильнее, тем мощнее будет котел, подразумевается, что даже поглощение священной горы или огромного моря не было проблемой. Когда он преодолел свой шок, Хуан Сиолун пришел в дикий восторг. Спустя некоторое время Хуан Сиолун сумел успокоить волны в своем сердце, когда он вытащил ядро зверя уровня 10 из кольца Ашуры. Это ядро зверя было взято из пикового демонического зверя поздней стадии 10. Котел мерцал, когда мощная сила всасывания исходила от него, проглатывая ядро зверя с ладони Хуан Сиолуна. В последствии активировался массив возвращения на небеса, а лучистое свечение окружило котел тысячи разрушений, когда он дрожал. Из тела котла испарился водяной пар, что длилось час до того, как котел тысячи разрушений успокоился. Из глубины котла вылетел луч ослепительного света, а также большое черновато-желтое глянцевое духовное ядро, которое выделяло ароматный запах. В восторге Хуан Сиолун махнул рукой, и всасывающая сила перенесла маленькое духовное ядро в ладонь. Одним быстрым щелчком он отправил эту маленькую круглую гранулу себе в рот. Он мог мгновенно почувствовать теплую энергию, распространяющуюся внутри его тела. Хуан Сиолун сел со скрещенными ногами, запустив тактику Ашуры, чтобы усовершенствовать энергию гранулы. Спустя некоторое время Хуан Сиолун встал. После поглощения энергии из духовного ядра, Хуан Сиолун определил, что оно было, по крайней мере, на четвертом уровне. Хотя духовный дан с высоким четвертым уровнем не может быть столь же ценным, как дан пятого уровня, он все еще был настолько дефицитен, что мог получить цену по меньшей мере в 30 тысяч золотых на аукционе. В городе Лотун дух дан пятого класса не был чем-то, что можно было купить даже за золотые монеты. Это было связано с тем, что шанс успеха в культивации с данном класса 5 был слишком низким. В общем, для дана пятого класса требовалось от 50 до 60 ингредиентов, каждый из которых требовал минимального возраста от 2 до 300 лет. Даже если все собранные ингредиенты имеют высокое качество, во время рафинирования что-то может пойти не так, что приведет к сбою. Хуан Сиолун глубоко вздохнул. Дан пятого класса полезен даже для специалиста Синтянь. Дан пятого класса должен иметь определенную ценность в империи Дуанерин, верно. Но в следующий момент брови Хуан Сиолуна скривились. Когда он использовал свою боевую ци, чтобы поддержать котел в течение часа, он фактически исчерпал всю свою боевую ци. После пробития в Синтянь его боевая ци была мощнее среднего специалиста второго порядка Синтянь, но он мог усовершенствовать только один Дан четыре класса. Он мог решить проблему, когда придет время. Хуан Сиолун вздохнул. Придя к этому осознанию, он решил покинуть древнее поле битвы. Снаружи Чжаашу, Юймин и Фэйхау уже с тревогой ожидали. Хуан Сиолун пробыл на древнем поле битвы три дня и три ночи. Видя, как Хуан Сиолун вышел, все трое вздохнули с облегчением. В следующее мгновение Чжаашу и Юймин продемонстрировали шокированные выражения на лицах, глядя на Хуан Сиолуна. С их острым зрением они сразу же заметили, что была разница после того, как Хуан Сиолун вышел из практики по сравнению с тремя днями ранее. Господин, вы дошли до Синтяня. Слова вылетели из уст Чжаашу. Фэйхау был ошеломлен. Он быстро повернулся к Хуан Сиолуну. Посмотрев на три лица перед ним, Хуан Сиолун слегка улыбнулся. Я случайно прорвался. По мнению Хуан Сиолуна, это действительно была случайность. Он не ожидал, что это произойдет так быстро. Тем не менее, для ушей Чжаашу, Юймин и Фэйхау эти слова были похожи на головокружительное заклинание. Он случайно прорвался. 17-летний эксперт Синтяня. Это было бы сенсацией на континенте снежного ветра, если бы это стало известно. Даже специалист по святым царствам, Чжаашу, был глубоко потрясен. Хуан Сиолун затем спросил Чжаашу, Юймин и Фэйхау, как справиться с проблемой вывода боевой ци, поддерживая массивы в котле, когда он рафинировал гранулы. Ни один из трех не слишком много думали об этом, и Чжаашу ответил. Ее можно заменить духовыми камнями. Духовные камни, глаза Хуан Сиолун загорелись. Это был первый раз, когда он услышал о духовых камнях. Да, государь, духовные камни формируются из накопленной духовной энергии на протяжении многих лет, которые содержат чистую духовную энергию внутри. Большинство экспертов Синтянь, уточняющих Дан класса 5, использовал духовые камни для активации массивов в котле. Три духовных камня могли помочь усовершенствовать один Дан пятого класса. Чжаашу продолжил объяснять о разных классах духовных камней. Глава 165. Прибытие в империю Данерин. Тем не менее, цена на камни не была дешевой. Только один духовный камень обычно стоил около 30 тысяч золотых монет. Считая, что цена на духовный камень триго-класса составляла 30 тысяч золотых монет, духи второго класса были немного запугивающими, доходя до 50 тысяч золотых монет. Четверо продолжали свое путешествие. Прошло 10 дней, и они были ближе к месту назначения империи Данерин. За последние 10 дней Хуан Сиалун поглощал один Дан четвертого уровня и жемчуг дракона в день, культивируя на древнем поле битвы. Стабилизируя свой недавний прорыв, Хуан Сиалун старательно практиковал тактику Ашуры и писание о метаморфозах тела, одновременно прогрессируя в обоих. Наступила ночь. Хуан Сиалун стоял на небольшом бесплодном холме. Его правая нога выдвинулась вправо. Он присел на корточках, а верхняя часть торса наклонилась вперед. Его голова наклонилась. Он ритмично дышал все время. Это был этап 9 метаморфоз тела. Крадущийся тигр. Когда он вдыхал, духовная энергия катилась и поднималась к Хуан Сиалуну. Несколько фигур из белого тумана окутали его силуэт. С течением времени эти слай белого тумана стали более плотными, как если бы они затвердели. Это то, о чем упомянул ранее государь, так называемая техника внутренней силовой тренировки. Спросил Джаашу, стоящий на некотором расстоянии. Фэйхоу быстро ответил. Правильно, левый хранитель Джаашу. Юймин вздохнул от страха. Является ли эта техника совершенствования внутренней силы тем, что было создано господином? Она на самом деле позволяет кому-то культивироваться, не обладая боевым духом. Если бы новости о такой технике культивации распространились, это вызвало бы бурю в мире боевого духа. Джаашу кивнул в знак согласия. Это правда. Фэйхоу, поскольку господин был готов передать вам технику культивирования искусства жидкого грома, вы должны позаботиться о том, чтобы эта информация не просочилась. Да, левый хранитель Джаа. Фэйхоу почтительно признал это, а затем сказал. Господин сказал, что он работает над улучшением двух методов культивации внутренних сил. Как только он завершит, он передаст их левому хранителю Джаашу и учителю. Джаашу и Юэмин задрожали, услышав это, волнение было видно в их глазах. Оба пришли к выводу, что основная причина совершенствования Фэйхоу с такой резкой скоростью состояла в том, что он одновременно практиковал как боевую ци, так и внутреннюю силу. Темнота ночи постепенно отступала. С первым лучом света Хуэн Сиалун закончил свою практику. По мере того, как он заканчивал практику метаморфоз, Хуэн Сиалун впал в тяжелое настроение. Несмотря на то, что одновременное культивирование тактики Ашуры и метаморфоз тела значительно увеличило его силу, практиковать методы было слишком хлопотно и тратило много времени – 24 часа в дне. Помимо того, что он спешил в дороге, большая часть времени Хуэн Сиалуна была разделена между практикой Ашуры и метаморфозами. Интересно, можно ли одновременно инициировать писание о метаморфозах и тактику Ашуры? Эта мысль внезапно мелькнула в его голове. Если бы это было возможно, то он мог бы сэкономить много времени. Таким образом, Хуэн Сиалун стоял там, пытаясь одновременно использовать тактику Ашуры и метаморфозы тела. Однако, когда он управлял тактикой Ашуры и начал приспосабливать свое дыхание, его боевая ци перестала течь. В то же время сбор его внутренней силы был встречен определенной степенью неизвестного сопротивления. Примерно через час Хуэн Сиалун остановился. Проведя эксперимент в течение более часа, Хуэн Сиалун был приятно удивлен, обнаружив, что и боевая ци, и внутренняя сила могут распространяться одновременно. К сожалению, продолжительность была короткой. Хотя продолжительность была короткой, Хуэн Сиалун считал, что если он настоит в этом направлении, он определенно был бы в состоянии использовать как тактику Ашуры с боевой ци, так внутреннюю силу метаморфоз тела беспрепятственно и одновременно. Это было похоже на то время, когда он вызывал двух боевых духов отдельно. Когда он впервые попытался провести отдельное выступление, оба его дракона появились сразу же. Только со временем и практикой, снова и снова, он успешно контролировал призыв к одному боевому духу или к обоим вместе. Господин. Видя, что Хуэн Сиалун закончил свою практику, Джаашу и остальные вскочили с того места, где они ждали. Хуэн Сиалун кивнул, а затем его голос стал серьезным. Джаашу и Юймин. У меня есть две техники внутреннего культивирования, которые я сделал с некоторыми поправками. Я готов передать их вам, вы готовы культивировать? Джаашу и Юймин на секунду были полны радости, кивая головами в унисон, чтобы показать свою готовность учиться. Оба опустились на колени, чтобы поблагодарить доброту государя. Хуэн Сиалун сказал им встать и передал два разных набора методов культивации Джаашу и Юймину. Методы культивирования внутренних сил Хуэн Сиалуна перешли к Джаашу и Юймину. Это вещи, которые он получил благодаря удаче в своей предыдущей жизни на Земле. В целом эти два метода культивирования не могли сравниться с писанием о метаморфозах тела, но в некоторых аспектах они также были не хуже. Преподав технику культивации внутренней силы каждому из них, Хуэн Сиалун объяснил проблемы, которые могло быть трудно понять во время их совершенствования. Они приняли все, что он сказал с предельной серьезностью. Прошло несколько часов, прежде чем группа из четырех продолжила свое путешествие. Точно так же прошло три дня. За последние три дня Джаашу и Юймин практиковались в соответствии с методами культивирования внутренней силы, которые преподал им Хуэн Сиалун. После нескольких коротких дней практики, к их радости, Джаашу и Юймин заметили, что скорость их культивирования действительно значительно увеличилась. Всякий раз, когда у них были вопросы о методах, они обращались за советом и руководством у Хуэн Сиалуну, помогающим легко решать проблемы, которые сбивали с толку. Словно его ответы были ярким светом в конце тоннеля. Сегодня солнце сияло ярко в небе, Хуэн Сиалун и остальные трое ехали на животных, когда они пробирались через горы. Господин, оценивая нашу скорость, остался еще один день, прежде чем мы пребудем в империю Дуанрин. Джаашу сообщил Хуэн Сиалуну. Хуэн Сиалун кивнул. Еще один день. Несмотря на то, что они завтра пребывали в империю Дуанрин, потребуется еще полмесяца, чтобы добраться до имперского города. Это был седьмой лунный месяц, к тому времени, как они добрались до императорского города, останется 10 дней до начала битвы, поэтому время было в порядке. Я надеюсь, что в королевском городе Лотун все прекрасно. Хуэн Сиалун подумал про себя. В эти несколько месяцев путешествий места, где они проходили, были в основном пустынными холмами или пустыней, и никаких контактов с королевским городом Лотун не было. Но секта Большого Меча, Семьянин и Павильон Ясного Облака были уже уничтожены, и маршал Хаотян все еще оставался в курсе событий в королевстве Лотун. Раз это было так, безопасность семьи Хуэн не должна быть проблемой. Через день группа наконец прибыла в империю Дуанрин. Войдя в империю Дуанрин, Хуэн Сиалун мог увидеть многих других людей из других королевств, которые пришли, чтобы участвовать в имперской битве, подобно ему. Кроме того, были также эксперты из разных сил, которые пришли посмотреть битву. Имперская битва была открытым событием, поэтому королевские семьи и силы поблизости пришли посмотреть это событие. Войдя в империю Дуанрин, Хуэн Сиалун, Джаашу, Юймин и Фэйхау не унывали, мчась вперед прямо в императорский город. Через две недели группа Хуэн Сиалуна прибыла в пункт назначения. Стоя перед стенами императорского города, Умхуэн Сиалуна застыл, когда он смотрел на величественный вид перед ним, ворота города и колоссальные стены. Королевский город Лотун, королевский город Юва и все королевские города, которые он видел по пути, проходя через некоторые другие королевства, ничто по сравнению с воротами имперского города, стоящими перед его глазами. Это было похоже на сравнение небольшого кирпичного дома, расположенного рядом с дворцом. Стены императорского города имеют высоту более стаджан. Превышение стаджан великолепно. Люди, идущие под городскими стенами, сродни муравьям, ползающим по земле. Да, муравьи, ползающие по полу. Глядя на ворота императорского города, Хуэн Сиалун чувствовал себя очень маленьким. Это чувство не ограничивалось Хуэн Сиалуном, а также Фэйхау. Несмотря на то, что Фэйхау во второй раз видел ворота имперского города, удар, который он почувствовал, все еще был также силен. Глава 166. Не удалось выяснить. По сравнению с Хуэн Сиалуном и Фэйхау, Джаашу и Юэмин были гораздо более сдержанными и спокойными. Это было не так, будто они не видели более крупных имперских городов, чем императорский город Дуэнрин. Например, возьмите штаб-квартиру врат Ашуры. Сам город Ашуры имел стены выше этого. Господин, пойдем ли мы? Момент спустя, Джаашу заговорил. Хуэн Сиалун вырвался из его оцепенения и, глубоко вздохнув, кивнул и сказал. Пойдем. Когда он поднял ногу к воротам императорского города Дуэнрин, Хуэн Сиалун не мог не почувствовать, что его кровь кипит с ожиданием и волнением. Императорский город Дуэнрин. В этом его цель. Хуэн Сиалун отчаянно жалел, что он мог взрывить на весь город. Императорский город Дуэнрин. Я, Хуэн Сиалун, пришел. Группа Хуэн Сиалун следовала за большой толпой, входящей в императорский город Дуэнрин, но когда они были у ворот, они обнаружили, что каждому человеку нужно было заплатить 100 золотых монет в качестве вступительного взноса. 100 золотых монет. 100 золотых монет было достаточно для поддержки общих расходов домохозяйства в большинстве королевств. Прогуливаясь по улицам императорского города, Хуэн Сиалун наблюдал за окружающими магазинами, когда он неторопливо прогуливался. Улицы были построены широкими и просторными, шириной от 300 до 400 метров, а Хуэн Сиалун заметил, что эти широкие улицы были вымощены тем же самым ярким мраморным камнем. Яркий мраморный камень был своего рода чрезвычайно твердым камнем в мире боевых духов, даже более жестким, чем звездный камень, который использовался для создания главной площади космической звездной академии. Конечно, стоимость этих улиц была намного больше, чем цена квадрата академии. Один кусок яркого мраморного камня стоил 1000 золотых монет. По-видимому, бесконечные ряды улиц в имперском городе, которые охватывали бесчисленную территорию, были вымощены тем же самым ярким мраморным камнем. Сколько миллионов, десятков миллионов или даже сотен миллионов золота понадобилось, чтобы построить все это? Эти улицы в имперском городе, которые были выложены ярким мраморным камнем, источали какую-то величественную ауры. Властную, богатую и блестящую, представляющую собой империю. Даже с бесконечным потоком повозок, двигавшихся туда и сюда по имперскому городу, улицы не чувствовались переполненными. Примерно через два часа осмотра достопримечательностей уже был полдень. Пройдя через место под названием «Незабываемое опьянение», шаги Хуан Ся Луна остановились, когда он наблюдал за очередью на входе в ресторан и бесконечной суетой клиентов. Он посмотрел на Джашу, Юймина и Фэйхау и сказал, «По внешнему виду, этот ресторан не выглядит плохим. Должны ли мы зайти внутрь и попробовать что-нибудь? Да, молодой лорд». Триа ответила в унисон. На публике Джашу тоже упомянул Хуан Ся Луна как юного лорда, как Юймина и Фэйхау. Четверо вошли в ресторан «Незабываемое опьянение». В ресторане было три этажа, и когда Хуан Ся Лун вошел внутрь с Джашу, Юймина и Фэйхау, там не было пустого стола. Они поднялись на один этаж. Хотя было несколько мест, все они предназначались для двух человек, а группе Хуан Ся Лун было четыре. «Пойдем на второй этаж», — сказал Хуан Ся Лун. Однако, когда четверо из них собирались подняться по лестнице, два работника ресторана заблокировали их путь, любезно объяснив. «Несколько гостей, простите, но наш второй этаж ресторана зарезервирован. Только гости, которые титул оборон империи Дуанирина и выше, могут подняться на второй этаж». Хотя произнесенные слова звучали вежливо, это не скрывалось нисходительного презрения к их глазам. Глаза Джашу и Юймин заострились, когда они посмотрели на двух рабочих. Затем Юймин оказал на них невидимое давление. В пространстве над рестораном собралась сильная буря, кружась, как торнадо. Внезапно казалось, что все пространство ресторана вернулось к норме, и шум ресторана успокоился в мгновение ока. С первого этажа до последнего, каждая пара глаз смотрела на Юймина. Под давлением, оказанным Юймином, два маленьких работника ресторана почти отключились. Ужас, их ноги подкосились, и они упали на колени. Это так сильно. Этот мужчина средних лет определенно находится в сяньтине девятого уровня, или, может быть, даже в десятого. Он должен быть тем, кто бесконечно близок к ужасающему существу святого царства. Кто эти четыре человека? Похоже, этот мужчина средних лет – это охранник молодого человека. Эксперты имперского города и других королевств на втором этаже шептались между собой, чувствуя давление, исходящее от Юймина. В городе эксперты сяньтиня были не редкостью, но не включая воинов сяньтянь седьмого уровня и выше. Воины первого-третьего уровня были классифицированы как ранний порядок сяньтянь. Воины от четвертого до шестого были среднего порядка, и эксперты седьмого-девятого назывались высшими. Первое впечатление и внешний вид специалиста сяньтиня, несомненно, отличался от высокопоставленного эксперта сяньтиня. Среди самых талантливых имперских принцев империи Дуань Ренов даже Дуанюхань был еще только экспертом десятого порядка сяньтянь. В то время как все были встревожены сценой, мужчина средних лет, который, казалось, был владельцем ресторана, был замечен, поднимаясь по лестнице, с тревогой наблюдая за двумя телохранителями. Два телохранителя были также экспертами сяньтиня, но они были просто на втором уровне. Прибыв на второй этаж, владелец ресторана поклонился Юэмину, вопрошая с любопытством, что казалось проблемой. Узнав причину, владелец ресторана извинился перед Хуан Сиалуном и Юэмином. Его цвет лица побледнел, и ему хотелось убить двух рабочих на месте. «Этот молодой мастер, мы немедленно устроим для вас отдельную комнату на втором этаже». Владелец ресторана сказал, когда он привел их в комнату на втором этаже. Хуан Сиалун изначально не собирался пробиваться на второй этаж, но Юэмин действовал слишком быстро, выпустив свою гнетущую ауру, которая привела к нынешней ситуации. В этот момент он мог согласиться с добрым намерением и любезностью владельца ресторана с Джаашу Юэмин и Фэйхау, поднявшись на второй этаж в отдельной комнате. Поскольку это уже произошло, то он может также войти в имперский город с гордо поднятой головой. В конце концов, Хуан Сиалун не сможет не привлекать внимания, даже если он захочет имперское сражение через 10 дней. Конечно, как человек, обладающий боевым духом изначального божественного черного дракона, который представлял Королевство Лотун и Академию в этой имперской битве, должны были быть люди из императорской семьи Дуанерин и других сил, обративших на него внимание еще до этого. Ведя группу Хуан Сиалуна на второй этаж, владелец ресторана отправил их в личную комнату номер 3. На втором этаже было 12 отдельных комнат. Чем ниже номер комнаты, тем более отличительная особенность гостей. Прежде всего, номер 1 был зарезервирован специально для экспертов из Святого Царства, но обычно он был пуст в течение года. Если владелец ресторана знал, что среди четырех человек был эксперт по Святым Царствам, он бы привел их в частную комнату номер 1 так быстро, что было бы похоже на прикладок. Отдельная комната номер 3, в которую они вошли, была роскошно оформлена, похожая на небольшой особняк. Когда они усаживались, Хуан Сиалун поручил хозяину подавать свои знаменитые блюда и вино и указал ему уйти. Кивнув почтительно, владелец ресторана вышел из комнаты, в то время как Хуан Сиалун входил в отдельный номер 3. В отдельной комнате номер 2 сидел молодой человек в золотом парчевом халате, которому, казалось, было не более 25. Молодой человек был красив, хотя и демонстрировал несколько дьявольский шарм. Тем более, в его глазах отражались золотые огни каждый раз, когда они двигались. Молодой человек поднял правую руку и слегка поманил охранника позади него. Иди и проверьте личность этого человека, я хочу знать всех четырех. Да, молодой мастер. Этот охранник ответил с большим уважением и вышел из комнаты. Длинные тонкие пальцы мягко барабанили по поверхности стола, образуя мелодичные ноты, когда они двигались. В этот момент красивая молодая женщина 20 лет, такая же, как молодой человек с такой мягкой и влажной кожей, сидела рядом с молодым человеком и смеялась. Губы женщины изогнулись очаровательно, когда она засмеялась, красные губы двигались, когда она говорила. Я не ожидала, что наш бессердечный молодой лорд однажды проявит интерес к другому мужчине. Молодой человек спокойно произнес. Ты, Джаудзи, больше интересуешься ими, чем я. Джаудзи продолжала смеяться кокетливо, когда она смотрела на молодого человека, все ее тело, казалось, наклонялось к нему. На этот раз ты ошибаешься, меня больше интересуешь ты, чем кто-либо еще. Охранники в отдельной комнате номер 2 нервно глотали слюни. Но молодой человек, бессердечный молодой лорд, оттолкнул женщину без всякого чувства. Меня это не интересует. Улыбка на лице Джаудзи стала все более яркой, услышав это. Именно поэтому я тебя интересую. Некоторое время спустя охранник, который ушел раньше, вернулся, сообщая молодому человеку. Молодой учитель, мы выяснили. Этот черноволосый молодой человек называется Хуан Сиалун, представителем королевства Лотун и Космической звездной академии для императорской городской битвы в этом году. Его сила находится на пике конца 10 уровня. Джаудзи хихикнула от презрения. Просто пик позднего 10 уровня, такой заурядный мужчина. В это время охранник продолжил свой доклад. Однако этому Хуан Сиалун исполнилось 17 в этом году. 17 лет. Бессердечный молодой лорд и Джаудзи были ошеломлены, а затем их лица оказались уродливыми. 17-летний пик позднего 10 уровня. Как это может быть? Невозможно. Как мог 17-летний достигнуть пика конца 10 уровня? Джаудзи выпалила в шоке. По ее словам, даже лидер пяти больших семей империи Дуанерин, даже Дуанюхань, который был принцем империи, не продвинулся на пик конца 10 уровня в 17 лет. Я не вру. Стражник продолжал. Подчиненный проверил возраст Хуан Сиалуна, его боевой дух, изначальный божественный дракон, боевых дух 12 класса. Высший боевой дух, божественный черный дракон. Еще раз. Бессердечный молодой лорд и Джаудзи были потрясены. Но в следующий момент бессердечный молодой лорд нахмурился. Даже если бы этот Хуан Сиалун обладал высшим боевым духом, его скорость совершенствования не была бы такой быстрой. Он также обладал высшим 12-м боевым духом и богатством ресурсов для культивации, и тем не менее его скорость совершенствования была не такой страшной, как Хуан Сиалуна. Очевидно, Джаудзи тоже думала об этом, когда мерцающий свет мелькал у нее в глазах. А как насчет трех других людей? Бессердечный молодой лорд спросил его. Стражник быстро продолжил. Один из трех называется Фэйхау, младший брат лорда Маргалала Тонга, а Фэйхау и Хаотян называют Хуан Сиалуна юный лорд. Странная вещь. Хуан Сиалун родом из маленькой семьи королевства Лотун, а его прошлое обыденно. В глазах бессердечного молодого лорда мелькнуло свечение. У этого Хуан Сиалуна есть скрытая личность. В противном случае невозможно было бы, чтобы маршал Хаотянь относился к ним как к юному лорду. Джаудзи согласилась. А оставшиеся два человека охранник несколько поколебался, прежде чем признаться. Остальные двое подчиненные не могут найти что-либо еще. Не удалось выяснить. Глава 167. Имперская битва начинается. Джаудзи была также шокирована, как бессердечный молодой лорд Яфы. Она знала, что семья Яфы работала очень хорошо. Разведывательные сети семьи Я простиралась повсюду в империи Дуанрина и была известна как всезнающая сущность, но они не могли найти никакой информации об этих двух. Эти два человека не из империи Дуанрин. Джаудзи вдруг подумала о возможности, и слова вылетели прямо из Йорта. Только это объяснение может служить оправданием причины неудачи. Молодой мастер. Осведомились стражники. Мне больше нечего приказать в данный момент. Уходите. Яфы отмахнулся от стража. Да, молодой мастер. Ответил охранник, поклонившись. Затем вышел из комнаты. В то же время в частной комнате номер три владелец ресторана подавал блюда на стол. Только после того, как Хуан Сиалун и остальные открыли кувшины вина, попробовали их и произнесли несколько слов хвалы, владелец ресторана вышел из комнаты. Хуан Сиалун, Джаашу, Юэмин и Фэйхау почувствовали, как аромат вина заполнил комнату. Из введения, представленного владельцем ранее, вино называлось «завлекающая красота». Когда жидкость скользнула по горлу, она напомнила красивых женщин, все из которых отличались, но были так похожи. При дегустации Хуан Сиалун решил, что ему очень понравилось вино. Это было сопоставимо лучше, чем вино лунной зимы. Хотя оно было неплохим, это было немного монотонно, пить их все время. После двух часов группа Хуан Сиалуна оставила ресторан. Как бы то ни было, Хуан Сиалун в настоящее время не имел большого количества других предметов в своем пространственном кольце, кроме вина. Если Женьва Хуан знал, что Хуан Сиалун использовал кольцо Ашуры в основном для хранения вина, можно было только представить себе, как он отреагировал. Оставив ресторан, группа Хуан Сиалуна наткнулась на гостиницу под названием «Одинокая тоска». Решив остаться там, они арендовали четыре комнаты и отправились отдыхать. Место проведения императорской битвы должно было пройти через площадь напротив императорского дворца через десять дней. В то время как Хуан Сиалун и остальные отдыхали внутри гостиницы, в лабиринте императорского дворца и в глубоком подземном дворце, сидел мужчина средних лет, носящий драгоценную мантию дракона. Мужчина средних лет не был ни высоким, ни худым, и между его бровями был отчетливый отпечаток. Если бы кто-то внимательно смотрел, он бы обнаружил, что этот единственный характерный отпечаток был фактически усохшим сломанным клинком. Ваше императорское высочество В это время старик, одетый в официальные одежды императорского дворца, вошел в подземный дворец, почтительно поклонившись сидящему человеку. Ваше императорское высочество Этот мужчина средних лет был императором Дуанерин. Во всей империи Дуанерина единственным человеком, которого можно было бы назвать титулом Ваше императорское высочество, был император Дуанерин. Поднимитесь, сказал император Дуанерин. Его голос был мягким и легким, но в нем было непреодолимое величие. Очень важно, Ваше императорское высочество. Старик в официальном халате ответил скромным и почтительным тоном. Только тогда старик встал. Ваше императорское высочество, Сепути, Янган, Пан Юй, Цуэли, Дайшанье и Хуан Сиалун. Эти шесть человек прибыли в имперский город. Эти шестеро были талантливыми людьми, участвовавшими в имперской битве в этом году, гениями, обладавшими превосходными талантами боевых духов. Каждый год участникам с превосходными талантливыми боевыми духами будет уделяться дополнительное внимание. Император Дуанерин кивнул. Чэн Цзянь, по вашему мнению, какой из этих шести будет чемпионом этого года? Старик в официальном халате, Чэн Цзянь, говорил серьезно. Скорее всего, Сепути. Император Дуанерин кивнул. Точно так же я согласен. Однако его тон внезапно изменился. Но, что Хуан Сиалун, окажите больше внимания ему. Хуан Сиалун. Чэн Цзянь был удивлен. Насколько он знал, среди этих шести человек, обладавших превосходными талантливыми боевыми духами, только этот Хуан Сиалун был воином позднего десятого уровня, а остальные пять вошли в Синтянь первого порядка и выше. Этот Хуан Сиалун мог иметь высший сорт боевого духа, но его сила была ограничена на данный момент. Может ли он войти в первую десятку, было сомнительным, но император действительно хотел, чтобы они обратили внимание на Хуан Сиалуна. Пока эти мысли плавали в уме Чэн Цзянь, император Дуанерин говорил. Это Хуан Сиалун не может быть воином Синтяня, но его сила немала. Однажды он победил старейшину Звездной Академии, специалиста первого порядка Синтянь. Войти в первую десятку не будет проблемой для Хуан Сиалуна, и не забывайте, что ему всего 17. Да, ваше императорское высочество, этот министр знает, что делать, почтительно ответил Чэн Цзянь. Эн, ты можешь уходить. Император Дуанерин сказал, что касается вопросов, связанных с нашей битвой в имперском городе, приходите мне в любой момент. Чэн Цзян честно принял приказ и отдал честь, прежде чем отступить. Хуан Сиалун, с другой стороны, не пошел гулять после остановки в отеле. Вместо этого он активировал Связующее Кольцо Бога, войдя в древнее поле битвы, чтобы культивировать. Хуан Сиалун возобновил свою попытку практиковать тактику Ашуры и писание о метаморфозах тела одновременно. Когда он упорствовал в своих попытках, поток внутренней силы и боевой ци стали более плавными с каждым раундом практики. Пытаясь совместить боевую ци и практику внутренней силовы, Хуан Сиалун начал практиковать пятый ход умения меча Ашуры, цветок другого берега. Хуан Сиалун достиг крупного завершения в четвертом движении навыка меча Ашуры, состояние избыточной молнии. Единственное, чего ему не хватало сейчас, была более сильная боевая ци. По мере того, как он становился сильнее, сила атаки каждого хода умножалась параллельно его силе. Хуан Сиалун изучил описание и маршрут, необходимый для выполнения пятого хода, цветок другого берега, из фрагмента записки и запомнил его. Стоя на древнем поле битвы, вышли клинки Ашуры. Два темно-фиолетовых цветка расцвели, когда они постоянно вращались в воздухе. Скручиваясь в цвету, два цветка парили в радиусе 30 метров перед Хуан Сиалуном, без каких-либо дальнейших действий. Без предупреждения оба цвета исчезли, после чего раздался грохот в сотне метрах впереди, где две огромные валуны превратились в пыль. Хуан Сиалун закрыл глаза, воображая атаку и поток его боевой ци хлынул только сейчас. Согласно описанию, два цветка назывались цветками другого берега. Десять дней пришли и ушли. Хуан Сиалун почти смог использовать свою боевую ци и внутреннюю силу одновременно без какого-либо сопротивления во время практики, а пятый ход навыка меча Ашуры имел большой прогресс. Во время атаки, когда цветы расцвели ярче, продолжительность времени, в течение которого они могли бы использоваться, сокращалась, но в то же время сила атаки была выше. Иногда, практикуя цветок другого берега, Хуан Сиалун переключался на бурю ада, слезы Ашуры, гнев короля пустоты и состояние избыточной молнии, пытаясь изо всех сил объединить эти четыре хода. С его усердной практикой в течение этих десяти дней культивация Хуан Сиалуна продвинулась немного дальше. После принятия дана высокого качества и жемчужины огненного дракона, наряду с поглощением духовной энергии на древнем поле битвы, сила Хуан Сиалуна росла каждый день. Прошло десять дней, и наступил день битвы. Когда на город разлился утренний свет, казалось, что весь имперский город взволнован. Море людей можно было увидеть на улицах во всех направлениях. Это время года превратилось в великий повод для императорского города. Обычные подданные, которые проживали в имперском городе, также пошли, чтобы посмотреть битву. Хуан Сиалун вышел из своей комнаты и увидел, что Чжаашу, Юймин и Фэйха уже ждали его. Господин. Видя Хуан Сиалуна, трое быстро вышли. Хуан Сиалун кивнул, глубоко вздохнул и сказал, пойдемте в имперский город. Глава 168. Могу ли я сесть здесь? Да, господин. Чжаашу и два других признали слова Хуан Сиалуна в унисон. Хуан Сиалун обернулся и вышел из гостиницы с Чжаашу в направлении главного входа в императорский дворец. Выйдя на улицу, вся толпа направлялась в одну и ту же точку назначения. Главный вход в императорский дворцец Дуанрин. Площадь Дуанрин. Хуан Сиалун терпеливо шел, следуя потоку толпы в сторону площади. Через полчаса четыре он прибыл на площадь Дуанрин. Величественное не было достаточно подходящим описанием для площади Дуанрин. Военный парад империи, который проводился каждые десять лет, проходил на этой самой площади. Таким образом, можно было представить себе монументальный размер площади Дуанрин. Прямо через площадь Дуанрина проходили огромные высокие стены императорского дворца. Стены императорского дворца были примерно такой же высоты, как стены императорского города, но разница была в величественной ауре, исходящей из-за стен. Хуан Сиалун, Джаашу, Юймин и Фэйхау вошли на арену, где были построены десять боевых сцен, а также гостевая платформа. Наружный край боевой арены также сильно охранялся солдатами, не дающим толпе приближаться к помостам. Могут войти только гении, представляющие свое королевство, например Хуан Сиалун. К тому времени, когда Хуан Сиалун прибыл, площадь Дуанрин была уже заполнена людьми, но, к счастью, для гениев королевства на арену битвы был специальный вход через туннель. Остановившись перед специальным входом, Хуан Сиалун сказал своим трем товарищам, «Подождите меня снаружи, да, молодой лорд», ответили трое. Прогуливаясь по туннелю, Хуан Сиалун вышел на переднюю часть боевой арены, достал знак участника, который дал ему Суньчжан и Сюнчжу. Увидев знак, солдаты открыли небольшой зазор, позволив Хуан Сиалуну войти в зону боевой арены. Войдя внутрь, Хуан Сиалун направился в зону отдыха, подготовленную для участвующих талантов со всех королевств. Когда он приехал, Хуан Сиалун заметил, что их там было уже довольно много, и, бросив беглый взгляд, он сделал приблизительную оценку, что там от 7 до 800 человек. Его приход, однако, вызвал волнение, когда гении из других королевств заметили, что он идет в зону отдыха. Этот парень также участвует в битве имперского города. Пожалуйста, не шутите, похоже, он не старше 18 лет. Едва совершеннолетний, и этот ребенок пришел участвовать в битве имперского города. Если это небольшая уверенность в его силе, то он, вероятно, высокомерный идиот. Гениальные ученики королевств империи смотрели на Хуан Сиалуна с разными выражениями. Одно из требований к участию в битве имперского города было быть в возрасте до 30 лет. Поэтому большинство этих гениев культивировали почти до 30 лет, прежде чем приступить к участию в этом событии. Люди, которые приехали участвовать в битве имперского города до достижения 20 лет, были слабыми. Гении других королевств неохотно полагали, что 17-летний мальчик был достаточно силен, чтобы сломить их. Конечно, за этими взглядами стояло презрение. Тем не менее, среди этой группы гениев был молодой человек в белых одеждах около 27-8 лет, который торжественно смотрел на Хуан Сиалуна с момента его появления. Хуан Сиалун. Это на самом деле Хуан Сиалун. Этот маленький проходимец участвует в битве имперского города. Почему, почему так быстро? Молодой человек с белой одеждой был шокирован. Два года назад, в королевстве Ювай, молодой человек видел сцену, где Хуан Сиалун победил Янана на улице. Два года назад в то время Хуан Сиалун должен был быть только воином 9-го уровня, даже не пробившимся к 10-му уровню. Он хорошо помнил этот день, талант Хуан Сиалуна оказал на него сильное влияние. Ранее он думал, что Хуан Сиалун потратит 10 лет, чтобы культивировать, и тогда первое место императорской битвы было ничьим иным, как Хуан Сиалуна. К сожалению, для этого не потребовалось 10 лет. Всего за два коротких года Хуан Сиалун был здесь, участвуя в имперской битве. Как он увеличил свою силу? 10-й уровень. Молодой человек, одетый в белый цвет, созерцал внутренне. Этот молодой человек в белом был представителем королевства Ювай, Джоуцзи. Просто воин 10-го уровня, и он осмеливается принять участие в битве имперского города? Джоуцзи нахмурил брови. По мнению молодого юноши, всего два года было слишком малым даже для Хуан Сиалуна. В лучшем случае он должен быть только воином 10-го уровня. Более того, он, вероятно, только недавно совершил прорыв к 10-му ордену. Однако, поскольку Хуан Сиалун выиграл главный чемпионат Академии Космической Звезды, его сила определенно не ограничивалась 10-м уровнем. Это была итоговая оценка Джоуцзи. Хуан Сиалун слушал обсуждения вокруг него, игнорируя взгляды, направленные на него, когда он подошел к пустому сиденью. Он тихо сел и терпеливо ждал начала битв. После того, как Хуан Сиалун прибыл, многие гении из других королевств также прибыли один за другим, когда внезапно в толпе людей возникло волнение. Сепути. Сепути здесь. По слухам, Сепути имеет боевой дух класса 13, Феникс Черного Пламени, и он якобы прорвался в Синтянь 2-го уровня год назад. Синтянь 2-го уровня. Феникс. Этот Сепути слишком страшен, без сомнения. На этот раз первое место, его. Большинство больших семей и сил в императорском городе делают ставку на то, что Сепути займет первое место на этот раз. Услышав бесконечные похвалы восхищения этим Сепути, Хуан Сиалун стал любопытным и огляделся. Молодой человек в огненном боевом снаряжении шел в его сторону. У этого молодого человека был высокий рост, как будто каждый мускул в его теле содержал невообразимую взрывную силу. Даже его брови были огненно-красного цвета. Когда он шел, слабый ураган, казалось, тянул его движение. Это был Сепути, агрессивный и властный. Сепути имя мелькнуло и сразу же пронеслось сквозь голову Хуан Сиалуна. Судя по реакции толпы, этот Сепути, вероятно, был самым сильным участником битвы имперского города в этом году. Высший класс 13, Феникс Черного Пламени, второй уровень Синтиня. Несомненно, этот Сепути был бы сильным противником. Пройдя в зону отдыха, Сепути пробрался на пустые места рядом с Хуан Сиалуном и выбрал место в пяти метрах от него. Когда Сепути сел, вспыхнул горячий воздух. Гении изначально сидели в этой области, удивленно воскликнув. Все сбились с места, отрываясь от внезапного взрыва. Горячий воздух бросился к Хуан Сиалун, но когда он находился еще на расстоянии одного метра, он остановился, как будто встретил невидимый барьер сопротивления. Хуан Сиалун сидел в медитативной позе, спокойной как день. М. Сепути произнес удивленный звук. Оглянувшись на Хуан Сиалуна, в его глазах вспыхнула огненно-красная искра, потому что он не ожидал, что огонь его фениксацы будет фактически подавлен каким-то ребенком в возрасте не более 18. Интересно, подумал Сепути. Другие гении были также удивлены, увидев, что Хуан Сиалун остановил огонь Сепути. Что? Этот маленький ребенок фактически остановил огонь Сепути. Откуда взялся этот ребенок? Однако эти гении, которые только что избегали огня Сепути, ухмыльнулись. Это было из-за того, что этот маленький ушлепок культивирует холодные элементы боевой ЦИ, по совпадению сдерживающие огонь феникса ЦИ. Более того, Сепути был достаточно любезен, чтобы сдержаться. Вы действительно думаете, что этот маленький ребенок настолько велик, что может выдержать жар? Правильно, это должна быть причина. Хуан Сиалун оставался спокойным, даже когда смехотворные слова продолжались. Это Инган. Инган здесь. В это время еще одна волна волнения охватила толпу. Инган, поздний сентянь первого уровня, его боевой дух, 12-й, небесный зверинь. Молодой человек в зеленой парчевой одежде был замечен. Инган. Хуан Сиалун взглянул на новоприбывшего, невозмутимое. Еще один обладатель превосходного боевого духа. Он не ожидал, что в этом году в имперском городском сражении появятся многие из них. И в довершение всего, он даже встретил двух гениев, у которых были превосходные боевые духи выше 11 класса. В том числе Хуан Сиалун. Это составляет трех. Внешний вид Ингана вызвал у окружающих гениев другой порыв шепота. Этот Инган был самым вероятным кандидатом на второе место. Войдя, Инган был ошеломлен присутствием Си-Пути, и сильные огни войны горели в его глазах, когда он направился прямо к позиции Си-Пути. Действия Ингана мгновенно привлекли внимание многих гениев, и они повернулись, чтобы посмотреть. Подходя к стенду перед Си-Пути, Инган сказал, что касается имперской битвы в этом году. Я обязательно получу первое место. Си-Пути, я уничтожу тебя. Си-Пути спокойно рассмеялся, услышав эти слова. «Уничтожишь меня? Посмотрим, как ты справишься с ним». Его глаза намекнули на Хуан Сиа-Луна в пяти метрах от него. Инган посмотрел в том же направлении и, увидев лицо Хуан Сиа-Луна, был ошеломлен и сердито повернулся к Си-Пути, что ты имеешь в виду. По мнению Ингана, Си-Пути сравнивал его с 17-летним зеленым зверьком, и было сильное чувство, что его недооценивают, или, что еще хуже, презирают. Си-Пути не стал отвечать, и это заставило лицо Ингана помрачнить. «Маленький уродец, надеюсь, ты не столкнешься со мной на сцене». Инган направил всю свою ярость на Хуан Сиа-Луна. Правда? Хуан Сиа-Лун спокойно отреагировал. Увидев, что Хуан Сиа-Луна смелился отреагировать на него, в его глазах вспыхнул яростный свет. Однако, прежде чем началась имперская городская битва, было запрещено сражаться под сценой. Даже он не осмелился нарушить это правило. Ледяной взгляд Ингана обрушился на лицо Хуан Сиа-Луна. Хи-хи, этот олень оскорбил Ингана, если удача не на его стороне, и он действительно наткнется на Ингана позже на сцене, он в конечном итоге по-настоящему пожалеет. Некоторые из гениев, которые убежали, не в силах противостоять огню Феникса Се-Пути, стали надменными к предстоящему несчастью Хуан Сиа-Луна. Спустя короткое время толпа снова стала шуметь. На этот раз это был не молодой человек, а красивая молодая женщина, одетая в синее бирюзовое длинное платье. Ее звали Цуэли. Кажется, он был олет 20, и на ее румяных губах висела милая улыбка. Волнение, вызванное появлением Цуэли, было сопоставимо с Се-Пути. Большинство гениев, участвовавших в битве имперского города в этом году, были мужчинами, и это было очевидной привлекательностью противоположного пола. Могу ли я сесть здесь? Прибывая, Цуэли, казалось, делал движение по направлению к Хуан Сиа-Луну, и когда она стояла перед ним, один нежный палец указал на пустое место рядом с ним. Хуан Сиа-Лун на мгновение ошеломленно кивнул. Не стесняйтесь. Отправляя Хуан Сиа-Лун сладковатую улыбку, она сказала ей спасибо. Спасибо, и села рядом с Хуан Сиа-Луном. Ее соблазнительный аромат проник в нос Хуан Сиа-Луна. В тот момент гениев окружающего королевства все смотрели на Хуан Сиа-Луна. Много пар глаз, казалось, извергали сильный огонь ревности. Глава 169. Имперская битва 1. Хуан Сиа-Лун не обращал внимания на горящие, ревнивые взгляды, направленные на него гениями окружающих королевств, как будто их не было. Он сидел с таким же спокойным выражением на лице. Вы зоветесь Хуан Сиа-Лун, не так ли? Спросила Цу-Ли, столкнувшись с Хуан Сиа-Луном, садясь на пустой стул рядом с ним. Хуан Сиа-Лун повернулся в бок, чтобы посмотреть на нее. Наблюдая за Цу-Ли, он заметил под ее сладкой, невинной улыбкой, и в ней смешался соблазнительный шарм. Маленький изысканный нос и вишнево-красные губы на маленьком рту не стеснялись привлекать внимание. Они сидели довольно близко, между ними существовал только промежуток ширины руки взрослого человека. Хуан Сиа-Лун мог легко коснуться лица Цу-Ли и других частей тела, если бы он немного вытянул руку. Завораживающие глаза Цу-Ли смотрели прямо в глаза Хуан Сиа-Луна. Верно. Хуан Сиа-Лун кивнул. Поскольку это Цу-Ли знала его имя, приблизилась, а затем села рядом с ним, это явно не совпадение. По слухам, вам всего 17, но вы уже достигли уровня пикового воина позднего 10 уровня. 17-летний воин позднего 10 уровня. Толпа гениев была ошеломлена, обнаружив, что Цу-Ли сказала во что трудно поверить. Все они смотрели на Хуан Сиа-Луна, в том числе Чжоуцзя из королевства Юйвой. Все пути и Янган тоже были удивлены. Хуан Сиа-Лун посмотрел на Цу-Ли, слегка нахмурившись, когда он бросил на нее суровый взгляд, прежде чем посмотреть в сторону, больше не беспокоясь о ней. Будучи настолько явно проигнорированной, Цу-Ли не проявила никакого гнева на ее лице. Прошло время, и пришли еще два гения, обладавшие превосходными боевыми духами, Пан Юй и Дай Шанни. Пан Юй был мужчиной, тогда как Дай Шанни была еще одной красавицей, но по сравнению с Цу-Ли Дай Шанни обладала мягкой, нежной красотой. Вскоре после этого пришли и собрались гения из всех других королевств. К этому времени солнце было высоко в небе, сияя на землю, когда поднималась жара. Солнечный свет согревал кожу Хуан Сиа-Луна. В следующий момент открылись скрипучие и плотно закрытые красные двери в императорский дворец Дуанирина. Маленький Евнух поспешил, объявив своим высоким голосом. Его императорское высочество второй принц прибыл. Имперский второй принц Дуанюхань. Когда голос Евнуха прозвучал, Дуанюхань был замечен, выходя из дверей дворца на Величественной Львиной горе среди защитного круга дворцовых стражей. 30 лет назад Дуанюхань уже контролировал императорскую городскую битву и военный парад. Это было доказательством важности Дуанюханя в империи. Наряду с некоторыми министрами Дуанюхань подошел к арене, когда дворцовые стражи рассредоточились, защитив весь периметр арены. Когда Дуанюхань вошел в зону арены, все гении королевства встали со своих мест, отдавая честь. «Приветствую ваше императорское высочество второго принца. Вы не должны церемониться». Дуанюхань махнул рукой. Его голос казался непринужденным, но величественным. «Пожалуйста, сядьте». Он подошел к главному сидению посреди главной платформы и сел. Министры, которые были с ним, заняли свои места, и только тогда гении из разных королевств уселись. Глаза Дуанюханя прокатились по многим лицам этих гениев, и когда они подошли к все пути Янгану, они остановились на мгновение, прежде чем продолжить. Пока Дуанюхань просматривал толпу гениев, Хуан Сиалун также наблюдал за Дуанюханем. По сравнению с двумя годами ранее на озере просвещения невидимая гнетущая аура, исходящая от Дуанюханя, чувствовалась более устрашающей, как непреодолимая гора. Атмосфера на площади стала торжественной по прибытии Дуанюханя. В это время человек, сидящий рядом с Дуанюхань, пожилой мужчина с седыми волосами переместился в центр платформы. Затем он достал имперский указ и начал читать то, что было написано на нем. Имперский указ исходил от самого императора Дуанярина, объявляя о правилах битвы имперского города и о наградах. Сильный, звонкий голос седого старика звучал в воздухе над площадью Дуанярин. Каждое слово звучало в ушах каждого. Окружая боевую арену, многие разные силы и обычные люди тихо слушали. Прошло 10 минут, когда беловолосый старик закончил читать императорский указ. Как и в предыдущие годы, первые 100 мест в имперской битве имели право войти в институт Дуанярин, чтобы культивировать и учиться, став учениками института Дуанярина. Но, по сравнению с предыдущими годами, награды в этом году удвоились. В прошлом, с 11 места до 100 победителя, каждый человек был бы вознагражден 100 кусками духовных камней уровня 2 и 1 шестым духовным доном. В этом году, однако, награды были 200 камней и 2 дона. Со 2 места до 10 места каждый был награжден 200 камней 2 сорта и 1 доном 6 уровня. В этом году награды удвоились до 400 камней 2 го-класса и 2 средних донов 6 уровня. Вознаграждение за первое место было 10 камнями 1 сорта, а также духовный дон 16 уровня. Даже в прошлом награды были чрезвычайно привлекательными. В этом году, однако, это было еще более заманчиво. Когда седовласый старик закончил читать императорский указ, вся территория внутри и вокруг арены начала кипеть от волнения. Особенно многие гении, представляющие разные королевства. Их глаза сверкали, и волнение было написано на их лицах. В то время как многие силы начали игру в угадайку по причине того, что император Дуанрин удвоил награды в этом году, большинство из них придерживалось одинакового мнения. Все думали, что это, вероятно, потому, что эта партия талантливых гениев была более впечатляющей, чем в предыдущие годы, что заставило императора Дуанрина повысить вознаграждение. У имперской битвы в прошлом обычно было не более двух гениев, обладающих превосходными боевыми духами, но в этом году появилось целых шесть. Кроме того, прошло более трехсот лет с тех пор, как появился тринадцатый боевой дух, как случилось в этом году. Эти двадцать штук камней первого уровня и даны попадут в руки все пути. Вне области арены битвы эксперт, стоящий рядом с Джаашу Юймин и Фэйхау завидовал ему. Джаашу Юймин и Фэйхау взглянули на этого человека краем глаза, но ничего не сказали. Награды за первые сто мест были удвоены, а правила битвы были очень похожи на то, когда Хуан Сиалун соревновался в чемпионате космической звезды. Число гениев, пришедших для участия в битве имперского города в этом году составило 1362 человека. Номер 62 – Королевство Мор, Байшоу. Хуан Сиалун посмотрел на знак в ладони, который представлял его первого соперника, Байшоу, номер 62. На арене было десять этапов, и десять групп будут сражаться одновременно в этих десяти этапах. Хуан Сиалун был организован в шестой раунд. После завершения розыгрыша лотов участники первого раунда подошли к намеченному этапу. Что удивило толпу и остальных участников, Се Пути действительно поднялся на сцену в первом раунде. Наблюдая за владельцем боевого духа 13 уровня, Се Пути, поднимающимся на сцену, волнение толпы поднялось. Противником Се Пути был молодой человек по имени Чень Байлу. Чень Байлу не был пустяком, как противник, имея силу синтеня первого уровня. Несмотря на это, большинство людей не могло не почувствовать жалость в их сердцах, выйти против Се Пути в первом раунде. Этому Чень Байлу действительно не повезло. Глава 170. Имперская битва 2. Чень Байлу показал уродливое выражение на лице, когда он встретился с Се Пути на сцене. Он не ожидал попасть в Джекпот в первом же раунде, но он не хотел уходить без боя. Блестящее свечение мягкого зеленого света мерцало, исходя от тела Чень Байлу, а за ним появился гигантский зеленый змей. У этого гигантского зеленого змея было толстое округлое тело, но самым странным была пара крыльев на спине. Это была разновидность боевого духа змея, названного двукрылым цветочным змеем. На голове змея лежала яркая красная корона из цветов. Душа Чень Байлу преобразилась сразу же после вызова своего боевого духа во слепительной вспышке зеленого света. Два длинных зеленых крыла вырвались из его спины, и он вдруг издал громовой рев. Со взмахом крыльев он приблизился к все пути, прежде чем можно было даже моргнуть. Пока люди внимательно следили за боем, они увидели, что глаза Чень Байлу светились алым-красным, когда он набросился на все пути. Его кулак свистел в воздухе, пробираясь к все пути, в то время как энергия сильно колебалась и сопровождалась странным зеленым туманом. Чень Байлу атаковал так быстро и так внезапно, что он поразил тех, кто находился ниже сцены. Наблюдая за тем, как Се Пути должен быть поражен Чень Байлу, многие в толпе зрителей занервничали. Но в этот момент фигура Се Пути исчезла из виду прямо перед Чень Байлу. Увидев, что его кулак попал в воздух, Чень Байлу застыл. Ваша скорость атаки слишком мала. Холодный циничный голос прозвучал за Чень Байлу, сильно его шокировав. Точно так же, как он собирался развернуться, страшная ладонь ударила по его спине, распространяя палящую температуру, начиная с его спины и двигаясь к остальной части его тела, как будто она хотела поджарить все его внутренние органы. Терпя ужасающую боль, Чень Байлу был сбит сцены. Люди под сценой увидели, как на каждом дюйме тела Чень Байлу танцевали красные огоньки, когда он приземлился на квадратный пол, сжигая каждую нить халата в пепел. Из горла Чень Байлу раздались пронзительные крики, когда он катался по полу. Сцена заставила гениев под сценой побледнить. Это также включало Янгана, который в настоящее время нацепил серьезные выражения лица, потому что он не так давно высокомерно утверждал, что он бы победил все пути. В этот момент несколько охранников империи Дуанерин бросились вперед и вылили ведроводы на Чень Байлу, но это, казалось, разгневало красное пламя, поглощающее его тело, заставляя его гореть более энергично. Спустя несколько мгновений запах обугленного мяса наполнял воздух, усиливая страх внутри каждого из зрителей гениев. Хуан Сиалун остался спокойным, но Цуэли, которая сидел рядом с ним, заговорила. Я не ожидала, что Се Пути будет таким жестоким и безжалостным. Если я когда-нибудь наткнусь на него, я тоже превращусь в жареный стейк из-за его феникса. Она даже показала испуганное выражение, когда она закончила, обе руки поглаживали ее пухлую грудь. При постоянных поглаживающих движениях две гордые вершины были прижаты, растягивая ткань ее одежды, четко показывая нижний контур двух больших округлых грудей. Такая сладострасная грудь. Громкие звуки проглатывания слюны были услышаны от соседних гениев. Безжалостный. Стать жареным стейком. Выбирая ключевые слова Цуэли, Хуан Сиалун покачал головой. Однако он остался внимательным. Эта Цуэли может казаться легковерной с ее милой очаровательной улыбкой, которая напоминала ангела, но он был уверен, что у нее было достаточно силы. По крайней мере, она была не такой милой, как она сама себя представляла на поверхности, она была могущественной женщиной. Младший брат Сиалун, если я наткнулся на тебя на сцене, ты должен проявить великодушие по отношению к слабому полу. Ты должен быть нежен со мной, ах. Тон Цуэли внезапно изменился. Возбужденные звуки глотания слюны были услышаны еще раз. Младший брат, Хуан Сиалун посмотрел на Цуэли. Эта женщина начала бессмысленный разговор. Честно говоря, Хуан Сиалун раздражался, но он не мог понять, откуда в ней был этот неожиданный интерес. Было ли это просто потому, что он был воином позднего 10 уровня в 17 лет? Все, кто поднимется на сцену, мои враги. Хуан Сиалун отвел взгляд, выдавая отважный ответ. Сладкая улыбка на лице Цуэли не дрогнула, а вместо этого уголубилась. Младший брат Сиалун, какие женщины тебе нравятся? Мягкий тип или симпатичный и веселый вид? Хуан Сиалун нахмурился. Он не ответил, полностью игнорируя женщину. К этому времени закончился первый раунд. Все пути медленно спустился со сцены, вернулся в то же место и сел. Когда первый раунд завершился, второй раунд начался с людей под номерами 11-20. Раунд за раундом начинались и закончились, и очень скоро он пришла очередь Хуан Сиалуна. Номера 61-70 должны были сразиться на сцене. Хуан Сиалун встал со своего места и медленно поднялся на сцену. Стоящим напротив Хуан Сиалуна был молодой человек лет 25. У него была чрезвычайно темная кожа и средняя конституция тела, и он была наполовину головы короче по сравнению с ростом Хуан Сиалун в 5 футов 9 дюймов. Бай Шоу из королевства Мойр. Этот человек был первым противником Хуан Сиалуна. Возможно, это было связано с влиянием Цуэли, но большинство гениев под сценой наблюдали за боем Хуан Сиалуна. Ее взгляд не отрывался от фигуры Хуан Сиалуна. Узнав, что Хуан Сиалун пробился до пика конца 10 уровня в 17 лет, ее интерес и любопытство по отношению к нему превысили его по сравнению с Сепути. Шестое чувство подсказало, что маленький парень был не таким простым, каким он казался на поверхности. Этот Бай Шоу – эксперт первого порядка синтеня. На мой взгляд, Хуан Сиалун будет уничтожен в первом раунде. Боевой дух Хуан Сиалуна – высший класс с 12, божественный черный дракон. Хе-хе, если это так, то он первый человек в истории, обладающий превосходным боевым духом, который будет ликвидирован в первом раунде, не поступив в Институт Дуанрин. Гении из разных королевств начали посмеиваться и издеваться над Хуан Сиалуном. Услышав эти оскорбления, тонкие брови Цуэли слегка скрестились, когда она строго посмотрела на тех гениев, которые произносили насмешки. В результате эти гении были так напуганы, что быстро понизили свои голоса. На помосте битвы Бай Шоу стоял, сложив руки за спиной. Глядя на Хуан Сиалуна, Бай Шоу покачал головой с улыбкой на лице. Я не ожидал, что мой первый противник будет тобой. Ты тот Хуан Сиалун, верно? Призови свой великолепный боевой дух, божественный черный дракон и, возможно, после преобразования души ты сможешь выдержать одну мою атаку. Эксперт по сянь-теню был по-настоящему другим по сравнению с воинами Хаутянь. Существовала непреодолимая стена. Независимо от того, что он обладал превосходным талантом боевого духа, в глазах Бай Шоу Хуан Сиалун никогда не мог бы быть достойным противником. Хуан Сиалун оставался спокойным, и в его голосе не было слышно гнева, когда он сказал, против тебя это не нужно. Бай Шоу был ошеломлен на секунду, затем он рассмеялся. Поскольку ты не ценишь шанса, который я тебе дал, я не буду милосердным. После того, как он закончил говорить об этом, Бай Шоу не вызвал его боевой дух, но вместо этого сделал шаг вперед, и вся его фигура, казалось, дрейфовала к Хуан Сиалуну. Это навык шага ветра. Этот навык шаг ветра исчез много лет назад, как Бай Шоу знает это умение. По слухам, шаг ветра очень странный, и его схема атаки непредсказуема. Почти невозможно защищаться, и немногие люди могут сопротивляться. Под сценой раздались вздохи удивления и восклицания. Сердце Цуэли затянулось тучами. В глазах все пути вспыхнул свет, когда он наблюдал, как Бай Шоу показывает шаг ветра, в то время как Янган ухмыльнулся. Он с нетерпением ждал, как Хуан Сиалун примет атаку Бай Шоу. В мгновение ока Бай Шоу прибыл перед Хуан Сиалуном. Ледяная ладонь разрушения. Вспышка света выстрелила и быстро бросилась в глаза Бай Шоу, когда обе ладони нацелились на грудь Хуан Сиалуна. Он хотел, чтобы Хуан Сиалун был побежден в одно движение. Наконец, отпечатки ладони Бай Шоу оказались на груди Хуан Сиалуна. Взрыв. На сцене раздался громкий взрыв. Глава 171. Имперская битва, 3. Увидев ладони Бай Шоу, поразившие грудь Хуан Сиалуна, в толпе под сценой прокатилась большая волна шума. Ха-ха, разве я не говори, что этот маленький брат-ублюдок будет уничтожен в первом раунде. Первый человек, обладающий превосходным боевым духом таланта, который был дисквалифицирован и непригоден для входа в институт Дуанрина. Этот Хуан Сиалун – не что иное, как унижение для тех, кто обладает превосходными боевыми духами. Громкие издевки и оскорбления исходили от гениев, наблюдавших за битвой снизу. Даже Сепути разочарованно покачал головой. Кажется, я переоценил Хуан Сиалуна. Сначала увидев, что Хуан Сиалун противостоял его огню Феникса, Сепути считал, что Хуан Сиалун был квалифицирован как его противник, но теперь он увидел. Хуан Сиалун потерял лицо для всех, у кого был превосходный боевой дух. Янган сидел на своем сиденье, наслаждаясь каждым моментом, наблюдая, как два ладони Бай Шоу бьют о грудь Хуан Сиалуна. На его лице расцветала сияющая улыбка. Что касается Цуэли, в ее глазах была путаница, а также большое разочарование. Она определенно не ожидала от этого человека такой уязвимости. Радость охватила Бай Шоу, когда он почувствовал, что его атака поразила Хуан Сиалуна. Он думал, что нужно будет предпринять определенные усилия, чтобы прикончить Хуан Сиалуна. Хуан Сиалун обладал превосходным боевым духом. Битва прошла намного плавнее, чем он ожидал. «Маленький ублюдок, я сказал тебе призвать свой боевой дух, но ты был слишком упрям. Это результат переоценки твоих способностей». Бай Шоу громко рассмеялся вслух, как победитель. Но потом, его смех внезапно застрял в горле. Потому что он поднял голову, чтобы посмотреть на Хуан Сиалуна. Тот смотрел на него равнодушными глазами и спокойным выражением. Он не сдвинулся ни на дюйм. Бай Шоу был поражен не в силах принять то, что видел. Пока Бай Шоу все еще был в шоке, мощная сила вырвалась из тела Хуан Сиалуна. Перед этой волной подавляющей силой ладони, которые были прижаты к груди Хуан Сиалуна, сильно задрожали, и Бай Шоу был отброшен назад. А что происходит? Отметив, что Хуан Сиалун на самом деле был в порядке после сильной атаки от Бай Шоу, он не только был в порядке, он отбросил Бай Шоу. Лица удивления заполнили толпу, раздались удивленные вздохи и возгласы. Гении под сценой вскочили на ноги, их лица стали уродливыми из-за внезапного поворота событий. Даже наблюдавшие императорские стражи были немного удивлены. Волнение охватило толпу. В глазах Дуанюхань был намек на признательность, когда он смотрел Хуан Сиалуна. Он сказал, «Отец напоминал мне уделять побольше внимания этому Хуан Сиалуну. Кажется, он действительно сильнее, чем кажется на первый взгляд». Чэн Цзянь, сидящий рядом с ним, улыбнулся. Выводы его императорского высочества всегда были очень точным. Любой дурак теперь мог видеть, что сила Хуан Сиалуна была выше воина пикового позднего 10 уровня. Наблюдая за сценой, Сепути был в ярости, когда вокруг него мерцало огненное пламя. Цуэль изумленно посмотрела на силуэт Хуан Сиалуна. Ее изящные вишневые губы открылись в форме О, совершенно не обращая внимания на ее образ, и ее пухлая грудь вздымалась вверх-вниз. Так же, как в Космической звездной академии, когда Хуан Сиалун взял на себя полную силу великого лунного кулака Линьхань, он оставался таким же устойчивым, как гора. Казалось, ничего не случилось. Выражение толпы в этот момент было таким же, как у учеников Академии космической звезды в тот момент. Люди, которые смотрели за битвой, были потрясены внезапным изменением. Принять двойной удар специалиста Синтиня царству, но остаться невредимым. После того, как начальный шок немного успокоился, одно слово, появившееся у всех, было чудовищно. Хуан Сиалун повторил то же действие, что и ранее, получив полный удар силой большого лунного света Линьханя. Подняв руку, чтобы смахнуть какую-то несуществующую пыль на груди, Хуан Сиалун посмотрел на Байшоу с равнодушием. Мне казалось, что меня щекочут. После короткого момента молчания площадь Дуанрин снова взорвалась в хохоте. Такой высокомерный, слишком высокомерный. Цуэли стояла на некотором расстоянии, ее сладострастная грудь тяжело вздымалась, когда она дрожала от волнения. Байшоу выглядел крайне уродливо на сцене. Когда слова из толпы вошли в его уши, ярость взорвалась в его глазах. Ослепительная вспышка черного света засияла от его тела, открывая человеческий скелет, парящий в воздухе, когда свет исчез. Этот боевой дух имел структуру, похожую на человеческий скелет. Тем не менее, внутри глазных гнезд черепа было пламя. Это был боевой дух Байшоу, 10 уровня, который был одним из самых близких к превосходному боевому духу черный скелет. Однако Байшоу не превратился в душу сразу после вызова его боевого духа и вместо этого отдал приказ черному скелету атаковать Хуан Сиа Луна. Этот черный скелет появился прямо над головой Хуан Сиа Луна. Два танцующих пламени в его глазах ярко светились, превратившись в два потока огня, которые выстрелили в Хуан Сиа Луна. Пока скелет атаковал, Байшоу бросился вперед, как ветер, приближаясь к Хуан Сиа Луну спереди. Умри. В его глазах вспыхнул кровавый свет, когда обе ладони снова выступили вперед, засвистели в воздухе и вызвали ряб в окружающем пространстве. Ранее он недооценил Хуан Сиа Луна. Таким образом, с первой атакой он использовал только 70% своей мощности. Но теперь его ладони ударили изо всех сил. Раздался шум из толпы, и все глаза были прикованы к сцене. Хуан Сиа Луна сделал ход. Подняв руки, одна ладонь ударила по лучу огня, исходящего из скелета, а другая встретилась прямо с двумя ладонями. Одна ладонь Хуан Сиа Луна разогнала огонь черного скелета, и в то же время две длинных костлявых руки были сломаны из-за столкновения с другой ладонью Хуан Сиа Луна. В этой задержке, когда он разбирался с черным скелетом, ладонь Бай Шоу дошла до груди Хуан Сиа Луна. Но когда обе ладони ударили в грудь Хуан Сиа Луна, поверхность его кожи засияла блестящим светом, похожим на мерцающие кристаллы. Бум! Оглушительный звук двух больших сил столкнулся, встряхнул воздух. Бай Шоу успешно ударил Хуан Сиа Луна в грудь обеими его ладонями. Волна радости пробежала по сердцу Бай Шоу. Он отказывался верить, что Хуан Сиа Лун мог противостоять этой атаке без каких-либо последствий. Это вся твоя сила? Внезапно прозвучал холодный голос Хуан Сиа Луна, прерывающий его счастье. Перед тем, как Бай Шоу смог ответить, Хуан Сиа Лун атаковал Бай Шоу эфирной ладонью. Кровь брызнула из уст Бай Шоу, когда его тело перевернулось и полетело назад, а затем врезалось в край сцены. Все были ошеломлены. Затем толпа разразилась изумлением и трепетом. Под сценой лицо Янгана мрачно потемнело, что контрастировало с горящими и острыми ощущениями в глазах все пути. Сила Хуан Сиа Луна намного превосходила его предположения. Эксперт первого порядка Синь Теня, такой как Бай Шоу, потерпел поражение именно так. Он легко мог догадаться, что Бай Шоу получил тяжелую травму от удара ладонями, полностью потеряв способность сражаться дальше. Результат для этого матча уже был определен. Цуэли казалась неспособной волноваться до этого момента, но ее глаза засверкали, как ночное небо. Ее гордые вершины выглядели так, будто они собирались сбежать от своих подвязок в любой момент из-за ее энергичного дыхания. Близлежащие гении королевства, которые заметили это, не могли отвести взгляд. Среди толпы Пан Ю и Дай Шанни, оба обладавшие превосходными боевыми духами, с недоверием смотрели на Хуан Сиа Луна. В это время Бай Шоу изо всех сил старался встать на краю сцены, неуверенно шатаясь. Вытирая кровь с губ, ему было трудно скрыть страх в его глазах, когда он смотрел на Хуан Сиа Луна. Я бросаю полотенце. Поднявшись с земли, он закричал в панике, не дожидаясь, пока Хуан Сиа Лун сделает еще один шаг. Признание поражения, без сомнения, это вызвало волнение по всей толпе. Хуан Сиа Лун вышел со сцены после того, как судья объявил, что он выиграл матч и вернулся на свое место. По пути он проигнорировал буйный взгляд Цуэли, когда ее глаза следовали за ним с интенсивностью. Глава 172. Имперская битва, 4. Когда Хуан Сиа Лун занял свое место, взгляды окружающих гениев, направленные на него, были наполнены сложными чувствами. Те, кто раньше высмеивал Хуан Сиа Луна, зажмурились. Их глаза время от времени смотрели на Хуан Сиа Луна с почтением, и скрытыми глубоко внутри них были слабые следы сожаления и трепета. В тот момент Хуан Сиа Лун сел, Цуэли подошла близко к Хуан Сиа Луну. Ее дрожащий голос сказал. Сиа Лун, ты был таким сильным сейчас. Таким сильным. Эти слова звучали так неоднозначно. Некоторые близлежащие гении чувствовали тепло в носу, услышав это предложение. Красная теплая липкая жидкость запятнала их пальцы, у всех у них был кровотечение из носа. Хуан Сиа Лун посмотрел на Цуэли и обнаружил, что ее грудь почти опиралась на его руки. Перед началом матча она называла его младшим братом Сиа Луном, и теперь она убрала слова «младший брат», перейдя напрямую к тому, чтобы называть его Сиа Лун. Хуан Сиа Лун отвел взгляд, глядя на Цуэли на секунду, не говоря ни слова. Сиа Лун, если ты встретишь меня позже на сцене, ты не сможешь меня запугать. Цуэли упорствовала в манере испорченной маленькой девочки, когда она приблизилась. Этот мягкий кокетливый голос заставлял мужские сердца биться чаще, чтобы согласиться с тем, что она просила или требовала. В то же время Хуан Сиа Лун почувствовал мягкое прикосновение к его руке. Что-то очень мягкое. Не нужно было смотреть, он уже знал, что это за что-то. Даже такой человек, как Хуан Сиа Лун, не мог не покраснить. В конце концов, это было общественное место. Из ее внешнего облика Цуэли казалась сладкой и невинной, он действительно не ожидал, что ее натура будет такой. Когда Хуан Сиа Лун рассматривал вопрос о том, должен ли он сменить место, Цуэли вдруг отодвинула свое тело. Мило улыбнувшись, она сказала, я просто пошутила. Ее хихиканье вместе с каждым другим маленьким жестом выражали чистоту и невинность. На сцене начались бои седьмого раунда. Удивительно, но Янган был помещен в бои седьмого раунда. Его номером был 72, и он подошел к той же стадии битвы, что и Хуан Сиа Лун, битва под номером 2. Видя, как Янган поднимается на сцену, дискуссии о Хуан Сиа Луне успокоились, отвлекая их внимание на битву Янгана. Аппонент Янгана также был экспертом первого уровня синтеня по имени Чин Чиа Гуан, и этот человек имел тот же боевой дух, что и Фэйхау, Серебряная река. Когда Чин Чиа Гуан вызвал боевой дух, Хуан Сиа Лун был ошеломлен на секунду. Однако, при более близком наблюдении, Серебряная река Чина Чиа Гуана была намного слабее по сравнению с Фэйхау. Чин Чиа Гуан не терял времени в активизации укрепления боевого духа, увеличив свой темп до предела и начала атаку на Янган. Оружие Чиня Чиа Гуана было длинным хлыстом, достигающим 30-40 метров в длину, когда он выстрелил. Острые костяные шпоры тянулись вдоль тела хлыста. В руках Чин Чиа Гуана длинный хлыст превратился в ядовитую змею, обматывающую Янгана. Костяные шпоры были сродни ядовитым зубам гигантской змеи с открытой челюстью. Наблюдая за выстрелом, Янган снисходительно хихикнул, поднял одну из своих рук и ударил ею по кнуту. Перед тем, как зрители были ошеломлены, длинный хлыст был заморожен в твердый кусок льда. В одно мгновение он треснул, и куски льда упали на сцену. Толпа была в восторге. Сила этого ледяного мороза Янгана была действительно заметна. Без дальнейшей напряженности результат битвы был объявлен спустя несколько мгновений. Чин Чиа Гуан был отправлен в полет легким ударом пальцев Янгана, выпав с арены. Когда Чин Чиа Гуан приземлился на землю, его тело было заключено в тонкий слой льда. Он позеленел и постоянно дрожал от холода. От начала до конца Янган не вызывал своего боевого духа. Пока толпа была в восторге от возбуждения, Янган сошел со сцены и вернулся на свое место. На обратном пути он выстрелил провокационным взглядом в направлении Хуан Сиа Лун. Хуан Сиа Лун не дал реакции. Затем были объявлены числа от 81 до 90. Еще два раунда битв и первый уровень битвы закончится. Спустя короткое время все 1362 гения завершили свой первый раунд сражений, причем половина из них была уничтожена, поэтому осталось только 681. Остальные три человека, обладавшие превосходным боевым духом таланта, Цуэли, Панью и Дайшанни, продемонстрировали невероятную силу и силу, легко разыгрывая своих противников и переходя в следующий раунд. Было ли это совпадением или преднамеренной договоренностью с людьми империи Дуанерина, человеком, который выбирал пары бойцов, был Се Пути. Поэтому, с учетом отказавшихся от битвы гениев, Се Пути получил квалификацию для участия в третьем раунде без необходимости сражаться с кем-либо. Хуан Сиа Лун получил номер 86, но противник на этот раз не был экспертом Син Тянь. Вместо этого, это был пик позднего 10 уровня, молодой человек из королевства Белого Дина, названный Дэн Таном. Когда Дэн Тан обнаружил, что его противником был Хуан Сиа Лун, он побледнел. После вызова своего боевого духа в тот момент, когда он вышел на сцену, он преобразился и использовал свой самый сильный навык на Хуан Сиа Луна. Его план состоял в том, чтобы поймать Хуан Сиа Лун неподготовленным, взять на себя инициативу и поразить его первым. Его идея была хорошей, но Дэн Тан забыл один важный момент, как бы ни была быстрая его атака, и как сильна его атака, будет ли какая-то польза от его усилий, если он не сможет прорвать оборону Хуан Сиа Луна. Он был отправлен со сцены одним ударом Хуан Сиа Луна. Раунды проходили быстро, и вскоре второй раунд был завершен. Осталось 340 человек, добавив все пути, это было в общей сложности 341. Тем не менее, с одним ушедшим человеком, применялось то же правило. А человек, который остался без поры, снова был все пути. В этот момент все поняли, что это была договоренность империи Дэн Рин. Тем не менее, никто не жаловался. В конце концов, талант и сила все пути были очевидны. Со временем группа сформировалась и соревнования продолжались, так как солнце, которое было высоко в небе, медленно продвигалось на запад. Высокая температура в полдень стала мягче, медленно рассеиваясь. На закате, наконец, были объявлены имена лучших 100 участников. Все шесть участников, обладающих превосходным талантом боевого духа, Хуан Сиа Лун, Се Пути, Янган, Цуэли, Пан Ю и Дай Шанни, были включены в первую сотню имен. В этот первый день соревнований эти шесть человек не встретили друг друга на сцене. Вероятно, это была еще одна из договоренностей империи Дэн Рин. Объявление ознаменовало конец первого дня соревнований. Имперская битва проходила в течение трех дней подряд. Первый день определил 100 лучших мест. Второй день – борьба за первую десятку. Наконец, третий день решил, кто будет номером один. Многие силы и простолюдины вышли из площади Дэн Рин после того, как услышали первые 100 мест, о которых объявили результаты. Хотя соревнование первого дня, возможно, закончилось, атмосфера все еще полонилась возбужденными дискуссиями, но главным героем обсуждался не все пути Янган, это был Хуан Сиа Лун. Утром перед началом соревнования Хуан Сиа Лун считался одним из аутсайдеров среди шести человек с превосходным боевым духом. Но теперь каждая маленькая деталь, связанная с Хуан Сиа Луном, превратилась в большую тему. Например, Хуан Сиа Луну было всего 17. Боевой дух Хуан Сиа Луна был изначальным божественным черным драконом. Какова была реальная сила Хуан Сиа Луна? Некоторые даже дошли до сравнения Хуан Сиа Луна с Сепу Ти Янганом. Хотя никто не был уверен в том, насколько реальна сила Хуан Сиа Луна, почти все согласились с тем, что Хуан Сиа Лун мог определенно достичь места в первой десятке. Выйдя из площади Дуанерин, Хуан Сиа Лун вернулся в гостиницу с Джа Ашу, Юй Мином и Фэй Хау. Тьма заполнила ночное небо, но Хуан Сиа Лун не имел возможности отдохнуть. Вскоре после возвращения в гостиницу, у его двери появился незваный гость. Это была Цуэ Ли. Глава 173. Имперская битва, 5. Цуэ Ли прибыла в формальном наряде. У него был очень широкий и открытый воротник, который оголял ее глубокое ущелье. Ее маленькое нежное лицо было чисто, на нем было необъяснимое обаяние. Однако Цуэ Ли не пришла одна. Вместе с ней появилась еще одна женщина в возрасте от 24 до 25 лет, чья внешность была совершенно ошеломляющей. Подобно Цуэ Ли, эта женщина также была одета в широко облегающие платья, которое было в цвете фуксии, дополняя ее светлую кожу. Ее красота отличалась от Цуэ Ли. Такой шарм, который эта женщина излучала, был похож на пылающую розу. Когда эти две женщины прибыли, Хуан Сиа Лун, Джа Ашу, Юй Мин и Фэй Хау обсуждали перемещение девятой палаты в империю Дуань Рин. В тот момент, когда они вошли, Цуэ Ли уставилась на Хуан Сиа Луна в мгновение ока, сверкнув яркой улыбкой. Сиа Лун, пойдем, позволь представить тебе. Это сестра Джа Удзи. Разве она не красивая? Она одна из знаменитых четырех красавиц в нашей империи Дуань Рин. Девушкой, прибывшей с Цуэ Ли, была именно Джа Удзи, та же женщина, которая была с бессердечным молодым лордом Яфа им в частной комнате рядом с Хуан Сиа Луном, когда он был в ресторане незабываемой интоксикации. В тот момент Джа Удзи подошла к ней с легкой улыбкой на губах, когда она дружески сказала Хуан Сиа Луну. Молодой господин Хуан, ты не возражаешь, если я буду звать тебя Сиа Лун, как младшая сестра Цуэ Ли, не так ли? Когда Джа Удзи улыбнулась, она подняла руку вверх, подчеркивая ее глубокое декольте, заставляя кровь вскипеть. Хотелось бы узнать, какова цель вашего визита? Спросил Хуан Сиа Лун своим обычным неторопливым тоном. Цуэ Ли не восприняла это близко к сердцу. Услышав менее теплое приветствие Хуан Сиа Луна, сохраняя ее улыбку, она сказала ласково. Конечно, это хорошая новость. Джа Удзи достала приглашение золотого цвета и вручила его Хуан Сиа Луну с улыбкой. Сиа Лун, ты победил всех сегодня на сцене. Бессердечный молодой лорд проводит банкет в ресторане, чтобы отпраздновать твое достижение и надеяться, что ты придешь за любимым напитком. Хуан Сиа Лун принял приглашение золотого цвета, открыл его и закрыл его обратно. Качая головой, он сказал, этого не будет. И Цуэ Ли, и Джа Удзи были шокированы, поскольку ни один из них не ожидал, что Хуан Сиа Лун отклонит это. Цуэ Ли поспешила убедить. Сиа Лун, бессердечный молодой лорд, как его императорское высочество. Второй принц является одним из пяти самых влиятельных молодых лордов в империи Дуанрин. Людей, которые получают приглашение от него, мало. След беспокойства просочился в голосе Цуэ Ли. Я слышал, что семьи Хуан и Го заключили брак не так давно. В это время Джа Удзи внезапно заговорила. Даже если бы мы говорили о старике Го, ему нужно было бы отозваться на приглашение бессердечного молодого лорда. Когда Джа Удзи упомянула семью Го, она, несомненно, имела в виду семью Гоши Юани Го Тай. Связь Хуан Мини Го Тая не была секретом, поэтому Джа Удзи было легко узнать об этом. Джа Удзи, возможно, произнесла эти слова послушным тоном, улыбаясь, но каждое сказанное слово содержало легко различимый вкус угрозы, который никого не скрывал. Цуэ Ли открыла рот, желая говорить, но в конце концов ничего не сказала. В итоге, она чувствовала, что Хуан Сиолун не должен обидеться на бессердечного молодого лорда за такой маленький вопрос. Какой студент института Дуанерин не хотел подниматься по социальной лестнице и строить отношения с бессердечным молодым лордом? Хуан Сиолун ответил Джа Удзи. Правда? Затем он повернулся к Фэй Хау и сказал, проводите гостей. Цуэ Ли Джа Удзи были поражены. Проводите гостей. Они доступно объяснили личность молодого бессердечного лорда. Персонаж, с которым кто-то вроде старика Го должен был быть вежливым, все еще был отвергнут Хуан Сиолуном. У Джа Удзи было странное выражение лица. Она снова попыталась. Молодой лорд Хуан, ты хочешь еще раз подумать об этом? Сердце Цуэ Ли на мгновение задрожало. Поскольку она была знакома с характером Джа Удзи, Цуэ Ли знала, что она расстроена. Сиолун, ты. Цуэ Ли попытался спасти ситуацию. Вы проводите гостей. Повторил Хуан Сиолун. Мисс, пожалуйста. Фэй Хау подошел, указав Цуэ Ли Джа Удзи. Джа Удзи уставилась на Хуан Сиолуна, прежде чем качала головой, смеясь, когда она высказала свое мнение. Молодой лорд Хуан, ты пожалеешь о своих действиях сегодня. Бросив такую фразу, она обернулась к Цуэ Ли, готовясь уйти. Подождите. Внезапно раздался голос Хуан Сиолуна. Джа Удзи оглянулась. На ее лице появилась более дружелюбная улыбка. Разве молодой лорд Хуан передумал? Ты умный человек. Но, как только ее слова закончились, Хуан Сиолун бросил приглашение золотого цвета. Возьмите это с собой. Фэйхау сопроводил двух дам и вернулся через мгновение, сообщая Хуан Сиолуну об их отъезде. Господин, что же этот бессердечный молодой лорд? Фэйхау колебался. Хуан Сиолун покачал головой. Не нужно беспокоиться. Даже если его называли бессердечным молодым лордом, даже если бы Дуанюха не устроил банкет для Хуан Сиолуна, он бы не пошел, если бы не хотел. Потворство или заискивание было чем-то, чего он не сделал бы. Хуан Сиолун был квалифицирован, чтобы отказать в приглашении этого бессердечного молодого лорда. Джаашу вмешался. Я могу только надеяться, что бессердечный молодой лорд владеет информацией. В противном случае я не против пнуть его по яйцам, чтобы преподать ему самый незабываемый урок в жизни. Пнуть его по яйцам? Хуан Сиолун, Юй Мин и Фэй Хау вспотели от этой мысли. Фэй Хау, получи подробные сведения об этом бессердечном молодом лорде в течение ближайших нескольких дней, сказал торжественный голос Хуан Сиолуна. Да, господин. В это время Цуэль и Джаутзи прибыли в ресторан незабываемой интоксикации, входя в частную комнату номер два. Внутри частной комнаты номер два, кроме бессердечного молодого лорда за столом сидели Яфы, Янган, Панью и Дайшанни. Добавив Цуэль в смесь, четверо из шести молодых гениев, обладавших превосходными боевыми духами, собрались вместе. Когда бессердечный молодой лорд заметил, что Цуэль и Джаутзи вернулись без Хуан Сиолуна, его лицо слегка потемнело. Где Хуан Сиолун? Страшное давление охватило этот район. Янган, Панью и Дайшанни ощущали огромное давление, затрудняя дыхание. Цуэль была поражена. Но Джаутзи проигнорировала давление, исходящее от бессердечного молодого лорда, выпустив кокетливое хихиканье, когда она подошла к пустому сиденью рядом с ним и села. Этот парень прозванный Хуан отказал вам, знаменитому бессердечному молодому лорду. Морозный холод распространился от Яфы, и температура во всей комнате резко упала. Вы ясно объяснили ему, кто я такой? Яфы выглядел невозмутимым, но его голос был ледяным. Джаутзи засмеялся. Я уже подробно рассказала ему. Но Хуан Сиолун не был тронут, услышав это. Он прямо выставил нас. Прежде чем я ушла, он сказал мне, чтобы я не забыла вернуть приглашение. Она вытащила приглашение, как бы для того, чтобы доказать ее слова. Яфы принял приглашение. В его глазах засияла искра мрачного света, когда синее пламя внезапно поднялось с его ладони и охватило приглашение в его руки. Приглашение было мгновенно сожжено. Это первый раз, когда кто-то осмелился отклонить мое приглашение. Холодно заметил Яфы. На этот раз он разослал приглашение Ингану, Пан Юй, Дай Шанни, Цу или Хуан Сиолуну. Всего пять человек. Хуан Сиолун был единственным, кто отказался. Это заставило его потерять лицо перед Инганом, Пан Юй и остальными. Се Пути был членом семьи Се Императорского города и, как семья Я, семья Се была одной из суперсемейств Империи Дуанрина. Поэтому Яфы не приглашал Се Пути. Глава 174. Имперская битва. Янган сидел, тихо слушая и саркастически усмехаясь, когда услышал, что Хуан Сиолун действительно осмелился отказаться от приглашения бессердечного молодого лорда. По его мнению, Хуан Сиолун определенно определил себе мучительную смерть за оскорбление Яфы. В Империи Дуанерин было пять знаменитых молодых лордов. У каждого из них была такая огромная сила, что они могли легко покрыть половину неба ладонью. Это особенно относится к двум высшим, второму императорскому принцу Дуанюхани, бессердечному молодому лорду Яфою. Среди пяти молодых дворян, Дуанюхани Яфы были сильнейшими. В дополнение к своей силе Яфы принадлежал к выдающейся семье Я, которая существовала более двух тысяч лет. На самом деле, история семьи Я уходила дальше, чем сама империя Дуанерин. Даже сам император Дуанерин должен был осторожно относиться к семье Я. В этот момент Янган воспользовался возможностью озвучить некоторые слова лести. Это Хуан Сиалун не имеет ни малейшего представления о том, насколько высоки небеса, осмеливаясь отказаться от приглашения бессердечного молодого лорда. Однако, пожалуйста, будьте уверены, если я наткнусь на Хуан Сиалуна на сцене, я определенно уничтожу его и унижу его, чтобы помочь облегчить неудовольствие бессердечного молодого лорда. Янган закончил свое заявление с лестной улыбкой. Яфа и взглянул на Янгана. Когда его настроение вернулось в норму, его лицо оставалось невыразимым. Он не что иное, как маленький ребенок. Это не квалифицируется как нечто, что может расстроить меня. Янган застыл. Когда Пан Юй увидел, что Янган вдруг задумался, он вскочил со своей попыткой поклониться. Бессердечный молодой господин прав. С сильной личностью и самосознанием бессердечного молодого господина, как этот Хуан Сиалун может сравниться с ним. Он даже не имеет права носить обувь или держать воду в ванной. Дайшанни и Цуэли слушали и молчали. Обе не издали ни звука. Фактически, Дайшанни не хотела участвовать в таких торжествах, но из-за давления имени и репутации бессердечного молодого лорда она чувствовала, что у нее нет другого выбора, кроме как присутствовать. Хотя семья Дай также была одной из больших семейств города Дуанрин, она не могла сравниться с гигантом, известным как Семья Янган. Сопоставление двух было похоже на сравнение небес с землей. Ночное небо постепенно уступало место рассвету, когда солнце поднималось, распространяя тепло и свет над землей. Небо было ярким и ясным, похожее на предыдущий день. Единственное различие по сравнению с предыдущим днем состояло в том, что волнение, распространяющееся по воздуху, усиливалось. Хуан Сиалун покинул гостиницу вместе с Джаашу, Юймином и Фэйхау, и улицы казались забитыми, движение в темпе улитки в одном направлении. Сегодня была битва за первую десятку. Хуан Сиалун Это Хуан Сиалун. Кто-то внезапно завопил его имя в знак признания, когда Хуан Сиалун сделал шаг из гостиницы. Крик был безобидным, но привлек внимание многих людей. Головы быстро повернулись, и многие другие увидели Хуан Сиалуна. Каждый человек бросился в волнение, пытаясь приблизиться к нему. Это было похоже на стаю волков, нацеленных на одного ягненка. Они шли со всех четырех направлений. Хуан Сиалун нахмурился. Увидев это, ужасный импульс вспыхнул из тела Юймина. Невидимая энергия создала защитную сферу в радиусе 300 метров вокруг Хуан Сиалуна. Никто не мог приблизиться к Хуан Сиалуну в пределах 300 метров. Бешеная толпа почувствовала, как она врезалась в невидимую стену. Наблюдая за этим результатом, Хуан Сиалун вздохнул с облегчением, а затем направился к площади Дуан Рин с Джаашу, Юймином и Фэйхау. Стена Юймина могла бы отгородить толпу, но это не могло помешать им следовать за Хуан Сиалуном. Поэтому, когда Хуан Сиалун добрался до площади Дуан Рин, он принес с собой массовку в более 10 тысяч человек. Наблюдая за появлением Хуан Сиалуна и массой голов за ним, стражники империи Дуан Рин, охранявшие боевую арену, были потрясены. К счастью, они знали, кем был Хуан Сиалун, иначе они думали, что вражеская армия напала на город. Прибыв на площадь, Хуан Сиалун вошел в зону арены, а Джаашу, Юймин и Фэйхау ждали снаружи. Когда он пришел на арену, Сепути уже сидел там на том же месте, что и накануне. Хуан Сиалун также предпочел сесть на том же месте, что и раньше, и когда он шел мимо, Сепути сказал, не глядя на Хуан Сиалуна. Надеюсь, что мы встретимся на главной стадии битвы. Завтра будет последний день битвы в имперском городе, а также когда откроется основной этап битвы. Основной этап битвы заключался в том, чтобы эти гении сражались за первое место. Только 10 лучших претендентов имели право стоять там. Это было последнее препятствие, которое требовалось пройти, прежде чем можно было победить. Хуан Сиалун перевел взгляд на сцену битвы без каких-либо изменений в своем выражении. Я также надеюсь, что мы сможем встретиться на главном этапе битвы. По мнению Хуан Сиалуна, Сепути был единственным человеком, достойным быть его противником в этой имперской битве. Единственный человек, который мог стать его противником. Что касается Ингана, Пан Юй и всех остальных, его не беспокоило. И это чувство было взаимно для Сепути. После вчерашних битв Сепути назначил Хуан Сиалуна своим оппонентом, настоящим противником. Только Хуан Сиалун был квалифицирован, чтобы соревноваться с ним за первое место. Конечно, он полностью уверен в своих силах. Было ли это в отношении боевого духа или силы, он считал, что его способности значительно превышают Хуан Сиалуна. Он считал, что он бы полностью доминировал над ним. Вскоре после того, как Хуан Сиалун прибыл, вошла Цуэли. Однако, по сравнению со вчерашним днем, Цуэли была явно не в духе. Вчера она была полна сладких улыбок, и сегодня эти улыбки казались несколько вынужденными. Прогуливаясь по арене, она заметила пустое место рядом с Хуан Сиалуном. В итоге, она подошла из села после небольшого колебания. Первые слова, которые вышли из ее рта, когда она села, была. Вчера ты действительно отказался от приглашения бессердечного молодого лорда. У Хуан Сиалуна было выражение «мне все равно на лице». И что? Кстати, Янган шел на некотором расстоянии от внешней арены. Наблюдая за безразличием Хуан Сиалуна к тому, что произошло, она вздохнула в сердцах, продолжая. Ты не понимаешь. Я пытаюсь сказать, что тебе нужно быть осторожным. Она была наслышана о методах бессердечного молодого господина и его власти. Хотя это была только верхушка айсберга, этого было достаточно, чтобы напугать ее. Хуан Сиалун взглянул на Цуэли, и он мог сказать, что она была искрена, когда пыталась дать ему несколько советов. Может быть, это Цуэли действительно интересовалась им? Затем он недоверчиво покачал головой. «Я все сделаю», — ответил Хуан Сиалун. К этому моменту Янган уже вошел в арену. Его глаза скользнули по лицу Цуэли, когда она сидела рядом с Хуан Сиалуном. Она осмеливалась сидеть рядом с Хуан Сиалуном. Это разозлило его. Этот бродяга был действительно презренным негодяем. Если сравнивать как статус, так и личность, какой из его аспектов был не лучше, чем у Хуан Сиалуна. Было ясно, что Хуан Сиалун не интересовался ею, но она продолжала клеиться к нему. Это вызвало неприязнь к Хуан Сиалуну. Но Янган не намерен был оставлять грубые замечания в адрес Хуан Сиалуна. Вместо этого он выстрелил в Хуан Сиалун ледяным взглядом, прежде чем занять то же место, которое ранее использовал. После Янгана, Пан Юй и Дайшан не вошли и сели. Пан Юй пристально посмотрел в глаза Хуан Сиалун, как будто он злорадствовал. Для него не имело значения, прославился ли Хуан Сиалун и украл все внимание в битве. У того, кто обидел бессердечного молодого лорда, не будет хорошего конца. Многие гении исчезли таким образом, не зная, как работает мир. Вскоре после этого люди забудут о нем, он исчезнет из памяти каждого. Вскоре после этого все сотни участников прибыли и собрались на арене. Ухани министры империи Дуан Рин появились на главной смотровой площадке, чтобы председательствовать на дневном мероприятии, а затем объявили о начале битвы. Глава 175. Имперская битва. 7. Когда начался второй день соревнований, половина людей отправилась на лотерею номеров, в том числе Хуан Сиалун. Число Хуан Сиалуна было 31. Номер 31. Чен Фушин. Это был первый противник Хуан Сиалун для дневного боя. Когда Чен Фушин узнал, что его противником был Хуан Сиалун, нервы Чен Фушина напряглись. К настоящему времени у всех было впечатление, что Хуан Сиалун имел силы войти в первую десятку. Все пути выпал номер один. Опять же, многие задавались вопросом, было ли это совпадением или намерением империи Дуан Рин. Однако после вчерашнего дня большинство считало, что это целенаправленный поступок. Номер один. Несомненно, многие подсознательно свяжут номер один с победителем и обладателем первого места. Таким образом, империя Дуан Рин осторожно подразумевала, что человек, признанный чемпионом императорской битвы в этом году, будет никем иным, как Се Пути. Первым противником Се Пути был Хуан Эпин из королевства Красный Жемчуг. У них были одинаковые фамилии, Хуан Эпин и Хуан Сиалун. Культивация Хуан Эпина не была слабой, достигнув середины первого уровня Синтиня. В соревновании в этом году насчитывалось в общей сложности 1362 человека, из которых 215 были экспертами Синтиня. После первого дня боев 100 оставшихся доказали свою силу, и все они были экспертами Синтиня. С каждым годом те, кто успешно поступал в институт Дуан Рина, оказывались специалистами Синтянь. В тот момент, когда Хуан Эпин встал на сцену, он вызвал свой боевой дух и преобразовал душу в одно и то же мгновение, самым непосредственным образом напав на Се Пути. Хуан Эпин продемонстрировал низкоуровневое боевое умение под названием «палец, режущий землю». В общем, было не так много навыков борьбы пальцами, и низкоуровневое умение земли было еще реже. Палец Хуан Эпина нацелился на Се Пути так, словно он был кончиком острого лезвия, оставив отметину на полу сцены и подняв занавес каменной пыли, когда он двигался. Боевые помосты были сделаны из какого-то скального гранита, так что среднее оружие даже не могло царапать их, но Хуан Эпин сделал это, используя свой палец. Сила этой атаки была очевидна. Однако, когда палец Хуан Эпина собирался нанести удар по Се Пути, Се Пути поднял ладонь, мгновенно остановив движение Хуан Эпина. Его ладонь ударила. Огонь Феникса разразился, как вулкан, выплескиваясь, как бушующие волны лавы. Хуан Эпин побледнел, несколько раз шагнув назад, пока не добрался до края битвы. Обе его ладони внезапно ударили, его тело вылетело со стадии битвы. Хуан Эпин проиграл. Даже если они уже знали результат, видеть, как легко Се Пути победил Хуан Эпина, все еще вызывало волну шока в сердцах многих гениев под сценой. Вне арены волнения толпы мгновенно превратилось в безумие. Спустя короткое время первая группа из десяти, включая Се Пути, закончила свои битвы. Затем последовала вторая группа. Затем соревнование быстро перешло к третьей группе, в которой участвовал Хуан Сиалун. Стоя на сцене, Хуан Сиалун столкнулся с его противником, Чинь Фушин, который стоял с другой стороны с отстраненным и безразличным отношением. Чинь Фушин был высоким, достигая более шести футов двух дюймов, близко к двум метрам. Его четыре конечности выпучились, и у него были плотные грубые волосы, покрывающие его кожу, похожие на звериную шерсть. Судя по внешнему виду,